Стало очень любопытно, что произойдет после того, как он прорвется на уровень Теневого Рыцаря. После формирования чакры Земли, я приобрел удивительную способность контролировать металлы, которые производятся в Земле. Что произойдет, если я сформирую чакру воды? Смогу ли я контролировать воду с помощью способности Божественного Доминатора? А что если я сформирую чакру ветра и чакру огня? Эх, жаль, что в этом мире очень мало Божественных Доминаторов. Об этой профессии очень мало информации. Поэтому мне придется шаг за шагом прокладывать себе путь. Джанте прошел кровавый проход со стеклянным взглядом. Джанте убивал всех, кого видел, от носа до кормы, снизу вверх. Как и предсказывал Джанте, на воздушном корабле больше не было рыцарей. За следующие 10 минут, Джанте убил сотни охранников, и наконец приблизился к комнате управления. Войдя внутрь, из комнаты вскоре раздались звуки сломанных костей и брызг крови. Посмотрев на навигационную карту, Джанте понял, что воздушный корабль направляется на рынок силы золота. Затем Джанте изменил направление и высоту полета. Сделав поворот, воздушный корабль достиг самой высокой допустимой высоты. Достигнув верхней области стратосферы, воздушный корабль полетел на восток с максимальной скоростью. Сделав все это, Джанте покинул комнату управления. Фактически, Джанте мог телепортировать этот воздушный корабль в замок черного железа. Однако немного подумав, он отказался от этой затеи. Во-первых, это было бы слишком привлекательным. Джанте не знал, привлечет ли это внимание других, если такой гигант внезапно исчезнет в воздухе. Сделав это, он рисковал разоблачить свой козырь. Во-вторых, этот воздушный корабль был связан с храмом кровавой души, самой загадочной и ужасающей силой в стране Тайся. Джанте не знал, сколько козырей было у храма кровавой души в стране Тайся. Если он будет использовать этот корабль, это ничем не будет отличаться от раскрытия того факта, что это он убил их молодого господина. Джанте не хотел усугублять свою ситуацию. Выйдя из комнаты управления, Джанте спустился на дно корабля. В комнате на дне воздушного корабля было что-то странное. При помощи глаз цветка лотоса, Джанте обнаружил, как из этой комнаты вышло двое охранников. Эти охранники были теми самыми, которые только что уносили труп из комнаты молодого господина. Но из комнаты они вышли уже с пустыми руками. Вскоре они встретились с Джанте и были немедленно убиты. Подойдя к воротам этой комнаты, Джанте обнаружил, что ворота были плотно заперты. Кроме того, изнутри выходил сильный запах крови. Джанте использовал свою силу божественного доминатора, после чего три замка на дверях раскрылись. Войдя в комнату, Джанте увидел огромную бочку высотой в 8 м, сделанную из твердого сплава. Кроме того, эта огромная бочка была покрыта экзотическими рунами. По обеим сторонам от бочки были лестницы и поручни. Сверху бочки была крышка из такого же сплава. Как ворота хранилища в банках, крышка была толстой и тяжелой. Поскольку она была заперта гидравлическим спиральным замком, одному человеку было очень трудно раскрыть эту бочку. На крышке были мелкие отверстия, из которых выходил сильный запах крови. В огромной бочке было что-то очень страшное, потому что Джанте слышал ужасающий шорох внутри. Джанте не открывал крышку. Вместо этого он использовал свои глаза цветка лотоса. При виде содержимого бочки, Джанте почувствовал мурашки по всему телу. В огромной бочке было много кровавых крыс. Выпуская металлический блеск, эти крысы грызли гладкие стенки бочки. Внутренняя стена огромной бочки была усеяна царапинами. Если бы стенка бочки не была толще 20 см, она уже давно была бы прогрызена этими крысами. В огромной бочке также были клочки белой ткани, разбросанные сломанные кости и свежие пятна крови. Джанте понял, что эта огромная бочка использовалась для уничтожения трупов. Джанте был знаком с этими кровавыми крысами. Будучи в пустыне льда и снега, Джанте видел таких же мутировавших крыс. Хотя эти крысы были меньше, чем в пустыне льда и снега, они были более разрушительными и быстрыми. Посмотрев на руны на огромной бочке и на мутировавших крыс, Джанте понял, что ублюдок, которого называли молодым господином, скорее всего хотел вырастить короля мутировавших крысы или позволить им еще раз мутировать. Джанте немедленно вспомнил письмо, оставленное ему облачным журавлем. В том письме облачный журавль описал свое мнение о том, как оживить секту Великой Пустыни на южной границе страны Тайся путем разведения миллионов мутировавших крыс. Учитывая это, Джанте понял, что мутировавшие крысы были ужасающими существами. Было ли уничтожение секты Великой Пустыни связано с церковью, достигающей небес, или это просто совпадение? Шуршание, выходящее изнутри огромной бочки, заставило Джанте бессознательно задрожать. Немного подумав, он использовал духовную энергию и открыл крышку бочки. После того, как Джанте открыл крышку, изнутри начало выбегаться множество крыс. Джанте ввел в бочку печать Великой Пустыни, после чего все крысы подбежали к нему, как его домашние животные. Окружив Джанте, они посмотрели на него. Хеллер, как тебе эти мутировавшие крысы? Джанте спросил Хеллера, лорд замка, не волнуйтесь, просто предайте их мне, ответил Хеллер. Он уже понял мыслить, Джанте, эти мутировавшие крысы позволят мне убить время. Ну тогда они твои. Кстати, после того, как вы попадете на холм Сюань-Юань, если у лорда замка будет свободное время, вы можете поймать некоторых живых существ и телепортировать их в замок Черного Железа. С растениями та же история. Они станут очень полезны в будущем. Даже если бы ты не сказал этого, я уже думал о том, чтобы увеличить биологические ресурсы замка. Пообщавшись с Хеллером, Джанте телепортировал два-три мутировавших крыс в замок Черного Железа. Остальные сотни крыс немедленно выбежали из комнаты и начали исполнять приказ Джанте по отчистке всего корабля. Убрав все следы, Джанте нашел секретный тоннель и покинул воздушный корабль в воплощении маленького жука. Воздушный корабль продолжил лететь на запад. На этой скорость, всего через несколько дней он покинет пределы страны Тайса и попадет на дикую территорию. Без чьего-либо вмешательства, этот воздушный корабль продолжит летать по планете, превращаясь в призрачный корабль. Проведя воздушный корабль взглядом, Джанте взмахнул крыльями и попытался полететь. Но он понял, что маленький жук не может летать на такой высоте. Поэтому он просто скрутился в маленький шар и начал свободное падение. Достигнув тропосферы, он снова начал махать крыльями, снижая скорость падения. После стабилизации скорости и высоты, маленький жук залетел в воздушный поток и быстро ринулся вперед. Пролетев сотни миль в воздушном потоке, Джанте приземлился в скрытном месте. Вскоре после этого оттуда вылетел Цуэли, который полетел в город Чжунчжоу. Глава 1099 Спрыгивание с несущегося поезда Воздушный корабль «Железный дракон» медленно летел в солнечном небе. Для лучшего зрительного эффекта, корабль двигался со скоростью около 200 миль в час. Джанте лежал под солнцем в удобном кресле, в солнцезащитных очках и в коротких шортах. В то же время он пил сок и смотрел на то, как Бай Сусянь весело плавает в бассейне, площадь которого была около 100 квадратных метров. Защитная металлическая броня над бассейном были раскрыты, показывая открытое небо. Верхняя палуба воздушного корабля «Железный дракон» стал раем на всем корабле. Бассейны были не на каждом воздушном корабле. Они были лишь на больших воздушных кораблях. Поскольку воздушные корабли летали на высоких скоростях и делали различные маневры, вода для бассейнов хранилась в отдельном хранилище. Когда появлялась необходимость, вода наполняла бассейн и нагревалась до нужной температуры. Они покинули город Джунджоу и были в полете уже пять дней. Пока Джанте не было на воздушном корабле, все его ученики думали, что их учитель культивировал на корабле. Такое кратковременное культивирование было нормальным явлением для земных рыцарей, поэтому ученики Джанте ничего не заподозрили. Все время, пока его не было на месте, воздушный корабль пополнял запасы в городе Джунджоу. Ученики Джанте воспользовались этой возможностью и путешествовали по городу Джунджоу и пробовали разную вкусную еду. Полностью сняв усталость накопившуюся за месячную тренировку, когда они вернулись в корабль, атмосфера снова стала оживленной. Только Бай Сусянь знала, что все это время Джанте не было на корабле. Однако Бай Сусянь не знала, куда он ходил. Она лишь знала, что Джанте выглядел более расслабленным после возвращения, как будто он решил вопрос, который уже долгое время давил на него. Бай Сусянь впервые видела такого Джанте. Ранее, с самого их знакомства в царстве элементов земли, Бай Сусянь интуитивно ощущала, что Джанте не был полностью расслаблен, несмотря на то, что внешне он смеялся и радовался. Она чувствовала, что Джанте всегда был подавлен и насторожен. Ум Джанте был похож на тяжелый серый занавес, через который нельзя было ничего увидеть. Однако после возвращения Джанте, Бай Сусянь обнаружила, что Джанте стал более солнечным и расслабленным. Серый железный занавес внезапно стал таким же прозрачным, как кристаллы. Он начал показывать образ большого невинного мальчика. Бай Сусянь не знала, что именно Джанте сделал, но она знала, что он наверняка сделал что-то большое. В противном случае он не был бы настолько расслабленным. Однако несмотря на то, что Бай Сусянь была уверена, что Джанте сделал что-то большое, она задавалась вопросом, почему они не слышали никаких больших новостей в городе Джунджоу. Но несмотря на то, что ей было любопытно, Бай Сусянь не спрашивала Джанте об этом. После того, как воздушный корабль «Железный дракон» покинул город Джунджоу, а Джанте завершил свое культивирование, атмосфера на корабле стала более воодушевленной. Джанте был душой и ядром всего воздушного корабля. После того, как Джанте расслабился, весь воздушный корабль был наполнен смехом. Все ученики Джанте стали воодушевленными, поскольку они подумали, что их учитель получил что-то во время культивирования. Бай Сусянь тоже была счастлива. После того, как Джанте облегчил свое тяжелое бремя, у Бай Сусянь было приятное и расслабленное чувство. Поскольку сегодня было солнечно и у Джанте было хорошее настроение, он сказал наполнить бассейны водой. Поэтому все люди на воздушном корабле веселились целый день. Джанте и Бай Сусянь были в отдельном бассейне на верхней палубе, а ученики Джанте веселились в большом бассейне на нижней палубе. Несмотря на то, что эти два бассейна находились на расстоянии стоим друг от друга, Джанте все равно слышал крики и смех своих учеников. Несмотря на то, что ученики Джанте не были против купаться и загорать вместе с ним и Бай Сусянь, никто из них не смог бы полностью расслабиться. Поэтому они веселились раздельно. Со звуком всплеска, Бай Сусянь вышла из бассейна. Поскольку она была наедине с Джанте, Бай Сусянь была одета в белые бикини, демонстрируя свое идеальное и горячее тело. Высушив волосы и тело полотенцем, Бай Сусянь подошла к Джанте и легла около него. Кресло Джанте было достаточно большим, чтобы вместить двух человек. Посмотрев на Бай Сусянь, Джанте дал ей чашку сока. Почему тут нет природного песчаного пляжа, он сделал бы атмосферу более романтичной. Плавать в небе было невероятной роскошью. Тем не менее, принцесса Бай все еще была недовольна этим. Она все еще жаловалась на дизайн этого воздушного корабля. Хоха, старшая сестра, это ведь не твой дом. Я выиграл этот корабль у секты Таи. Попытайся представить себе, как старейшины с седыми волосами и бородами плавают и купаются здесь в пляжных шортах, показывая их костлявые фигуры. Услышав слова Джанте и представив эту сцену, она сразу же рассмеялась. Однако вспомнив, что Джанте назвал ее старшей сестрой, Бай Сусянь начала кокетливо двигаться. Ах, ты назвал меня старшей сестрой, ты думаешь, что я старая? Ладно-ладно, с сегодняшнего дня я больше не буду называть тебя старшей сестрой. Я буду звать тебя младшая сестра, с улыбкой сказал Джанте. Ты что дразнишь меня? Бай Сусянь вела себя как испорченный ребенок, потому что только она и Джанте знали особый смысл, связанный с обращением младшая сестра. Я не могу называть тебя ни старшей сестрой, ни младшей сестрой, как же мне тогда называть тебя? Ты помнишь, как ты звал меня прошлой ночью? Когда мы наедине, ты можешь называть меня так. Бай Сусянь покраснела. Хорошо, детка. Мне очень нравится это обращение. Бай Сусянь счастливо поцеловала Джанте. Вскоре после этого она легка в объятия Джанте и положила руку на его грудь. Наклонив голову, она посмотрела на Джанте и довольно вздохнула, я уже давно так не расслаблялась. Я могу так расслабиться только когда я с тобой. Я тоже уже давно так не расслаблялся. Я только что вдруг понял, что у меня совсем нет впечатления о стране Тайся. Страна Тайся по-прежнему остается странным местом для меня. В стране Тайся есть огромное множество городов и людей. Помимо тех городов и людей, с которыми я уже встречался, у меня нет никакого впечатления ни о чем другом. Я все еще чувствую, что я чужой человек в стране Тайся. Джанте вздохнул. С тех пор как я прибыл в страну Тайся, у меня такое ощущение, что я смотрю фильм. Все это очень похоже на фильм. Все эти годы я вижу лишь короткие сцены. Помимо очень немногих людей и мест, которые промелькнули мимо, у меня нет особо впечатления ни о чем другом. Бай Сусянь просто слушала его. Затем Джанте странно улыбнулся. Чем дольше я остаюсь в стране Тайся, тем чаще я вспоминаю то, что я испытал на субконтиненте Вае. Ранее я думал, будет ли человек скучать по прошлому, когда он прибудет на новое место. Но только что я понял, что субконтинент Вае был похож на несущийся поезд, на котором я ехал. Однако я не знал, куда направлялся этот поезд. А что насчет сейчас? Сейчас я спрыгнул с поезда и приземлился на землю. Я могу контролировать свое направление и определять, куда идти. Глава 1100. Самоанализ после убийства молодого господина церкви достигающей небес. Выяснение причины трагедии в городе Фуха и раскрытие личности предателя. Среди девять канцлеров страны Тайся, Джанте действительно почувствовал себя беспрецедентно расслабленным, как будто он проснулся от кошмара. Ранее враг находился в тени, поэтому Джанте мог лишь быть пассивным. Но теперь они поменялись местами, поэтому его менталитет полностью изменился. Проведя на корабле несколько дней, Джанте полностью расслабился и начал размышлять о своем опыте с момента прибытия в страну Тайся. Слова, которые он сказал Бай Сусянь, были результатом нескольких дней самоанализа Джанте. Один мудрец Хуа однажды сказал, что люди должны заниматься самоанализом три раза в день. Джанте не мог следовать этому совету. Однако это не означало, что он вообще не проводил самоанализов. Джанте начал переосмысливать, почему он чуть не потерял все, что у него было. Вспомнив все события, Джанте обнаружил, что причина заключается в том, что все произошло слишком быстро. Но ему пришлось быть быстрым, потому что только быстрая добыча могла убежать от хищника. Все это произошло, потому что он не мог контролировать свою собственную судьбу. Я помог дворцу Хуайань в соревновании за место губернатора провинции Ючжоу. Затем я сражался с пожирающей командой и нанес огромные потери церкви, достигающей небес. После этого я подал в отставку с должности главного судей суда провинции Ючжоу и отправился в город Фухай для предложения брака. Наконец мне пришлось уйти в бега, чтобы спастись. Все это произошло слишком быстро. В этом быстром состоянии у меня не было времени, чтобы провести самоанализ, из-за чего я постепенно потерял способность контролировать свою судьбу. Поэтому, проведя в стране Тайса 4 года, я все еще не знакомец. Поэтому мне снова нужно стать медленным, что требует от меня быть активным и успевать проводить самоанализ. Будучи медленным, я смогу увидеть сквозь всех и все опасности на моем пути. Будучи медленным, я снова смогу управлять своей судьбой. В медленном состоянии я также смогу быть более спокойным. Только тот, кто управляет своей судьбой, может быть спокойным. После начала священной войны, и после того, как я был вовлечен в нее на субконтиненте Вае, я был в быстром состоянии жизни. Но до начала священной войны, после того, как я получил замок черного железа, я был в медленном состоянии и чувствовал себя прекрасно и счастливо. В быстром состоянии твоя жизнь находится в опасности. Мне пора сбросить ритм и войти в медленное состояние жизни. Поняв это, Джанте почувствовал себя намного спокойнее и стал более радостным и ленивым. Он постепенно понимал все больше и больше, и также понял направление своего дальнейшего движения. Первое, что понял Джанте, это его будущее культивирование. Отныне кристаллы элементов, которые были чрезвычайно дороги для других рыцарей, стали бесполезными для культивирования Джанте. Причина была очень простой, по сравнению с техникой Самсара Частилища, эффективность кристаллов элемента была слишком низкой. С точки зрения потраченного времени, возьмите в качестве примера формирование чакры Земли. Время, которое я потратил на поглощение кристаллов элементов Земли, составляло 90% от общего времени, которое я потратил на формирование чакры Земли. Но фактически, за это время я смог сформировать лишь 10% чакры. И наоборот, я потратил лишь 10% времени формирования чакры Земли на технику Самсара Частилища. Однако за это время я сформировал оставшиеся 90% чакры Земли. Процесс культивирования техники культивирования императорского уровня требует огромного количества ресурсов. А техника Самсара Частилища могла идеально дополнить сутру королевской птицы Рух. Отказавшись от низкоэффективного способа культивирования, Чжан Те обнаружил, что он вырвался из постоянного процесса культивирования, в результате чего у него появилось больше свободного времени и он стал более ленивым. В этом ленивом состоянии, Чжан Те мог лучше распределять свое время между культивированием разных навыков и времяпрепровождением с членами своей семьи. После сражения с Нань Гуншином, Чжан Те понял, что не сможет добиться дальнейшего прогресса просто сидя дома. Он понял, что для дальнейшего прогресса ему нужно путешествовать и развиваться. Второе, что понял Чжан Те, заключалось в том, что он не мог раскрывать тот факт, что Цуэли был его воплощением. Я не пойму, тут он пишет про то, что не может раскрыть этот факт, они же как будто раскроют. В противном случае я раскрою секрет того, что у меня есть бессмертное родословное изменяющее тело, и то, что я могу имитировать эффекты других техник культивирования. Иногда, быть сдержанным это мудрость. Поскольку закон силы золота знает мою личность Питера Хэмплистера, даже если они не знают про то, что у меня есть бессмертное родословное изменяющее тело, они знают, что у меня есть способность маскировки. Поскольку они и так знают про этот секрет, мне нет смысла скрывать этот козырь. В мире существует невероятное множество техник, поэтому я также могу легко скрыть факт того, что культивирую сутру королевской птицы Рух. Чжан Те уже давно придумал отмазку тому, почему он может культивировать разные техники культивирования. Он назвал эту технику «тело хаотичного сокровища». Выучив эту технику, Чжан Те мог вводить точки по всему своему телу в состояние спячки. Таким образом он мог менять порядок зажжения своих точек. Поскольку это было описание навыка сутры королевской птицы Рух, Чжан Те не боялся даже если кто-то захочет проверить это. Продумав обо всем этом и глубоко переосмыслив все, что он пережил за последние четыре года, Чжан Те полностью расслабился и вошел в свободное и непринужденное состояние. Лежа около Чжан Те, Бай Сусянь слушала его нежные, но сильные удары сердца. Чжан Те смотрел на облака в небе, а Бай Сусянь смотрела на Чжан Те. В этот момент Бай Сусянь чувствовала желание связать свою жизнь с этим мужчиной. Затем снизу воздушного корабля внезапно поднялись сотни белых журавлей. Воздушный корабль «Железный дракон» находился на высоте 4.000 м над землей и летел на низкой скорости. Даже стая белых лебедей летела выше них. При виде этих лебедей, Бай Сусянь потянула Чжан Те и подбежала к краю корабля. Мы приближаемся к холму Сюань Юань. Глава 1101. Какой большой город! Мы приближаемся к холму Сюань Юань. Стоя на палубе, Чжан Те и Бай Сусянь посмотрели внизу. Под ними было бескрайнее озеро. Под солнечным светом, все озеро мерцало, а на дне колебались водоросли. В озере было много тростника. За озером была большая площадь лесов и волнообразных горных хребтов. Многочисленные водные птицы летали и собирались в стаях над озером. Стая белых лебедей, которые только что пролетели над воздушным кораблем, немедленно нырнули в сторону озера. Затем снизу взлетели десятки тысяч диких уток, что выглядело довольно великолепно. Крылья и перья диких уток выглядели ярко-зелеными, блестящими и энергичными подсолнечным светом. Когда эта стая диких уток взлетела, они были похожи на зеленое облако. Над озером было много водных птиц. При виде этих птиц в глазах Чжан Те появился экзотический блеск. Бай Сусянь не заметила этого блеска в глазах Чжан Те. Она радостно потянула руку Чжан Те и указала на озеро. Это озеро Небесного Цинь, которое находится в самой северной части холма Сюань Юань. В других направлениях от холма Сюань Юань есть еще два-два озера. Озеро Небесного Цинь является средним среди них. Если мы чуть ускоримся, мы сможем увидеть холм Сюань Юань менее чем через час. Он находится где-то в 500 милях от озера Небесного Цинь. Из-за того, что Чжан Те восстановил свое самообладание и полностью расслабился и вошел в медленное состояние жизни, хотя он мог увидеть холм Сюань Юань если использует свои глаза цветка лотоса, Чжан Те решил не делать этого. Чжан Те не особо торопился и мог подождать. Тем более если он заранее увидит холм Сюань Юань. Ему будет скучно, когда они подлетят к нему. Поэтому Чжан Те не торопился. Прикоснувшись к своей лысине, Чжан Те спросил Бай Сусянь. Ты имеешь в виду, что около холма Сюань Юань есть два других озера? Да, они называются Озеро Звука и Озеро Феи. А это довольно легко запомнить. То есть мы недалеко от холма Сюань Юань? Да, мы скоро увидим его. Ха-ха-ха, давайте ускоряться. Я уже не могу больше ждать и хочу взглянуть на него. Чжан Те рассмеялся, после чего махнул рукой и закричал в сторону своих учеников. Вы готовы? Мы прибываем на холм Сюань Юань. Через несколько минут металлические защитные пластины над двумя бассейнами медленно закрылись. Кроме того, вода в бассейнах была выкачена. После этого бассейны были закрыты твердыми металлическими пластинами. Сделав все это, все разошлись по своим каютам, чтобы переодеться, включая Люсина и других. Воздушный корабль увеличил скорость и направился в сторону холма Сюань Юань. По пути они встречали все больше воздушных кораблей и дирижаблей, а также множество рыцарей. Чжан Те также заметил большие круизные лайнеры и корабли на озере Небесного Цинь. Через час полета, в поле зрения Чжан Те появился преуспевающий сказочный город. Чжан Те многое видел в своей жизни. Однако увидев этот город, который назывался городом городов, маяком людей и столицей стран, он был глубоко потрясен. Города класса А уже были огромными и процветающими. Однако процветание холма Сюань Юань полностью исказило представление Чжан Те о том, каким может быть город. Чжан Те не мог понять, насколько большим был холм Сюань Юань. Стоя на воздушном корабле, он не видел границ города. Холм Сюань Юань был невероятно процветающим городом. Под руководством сигналов наземных ламп, воздушный корабль «Железный дракон» медленно приближался к аэропорту, в котором находились тысячи воздушных кораблей разных размеров. Кроме того, воздушные корабли беспрерывно садились и взлетали. Чжан Те уже видел аэропорт, в котором были тысячи дирижаблей. Однако тысячи воздушных кораблей были шокирующим зрелищем. И попрошу заметить, это была лишь периферия холма Сюань Юань. После непродолжительного шока, Чжан Те внезапно понял, что в воздухе над холмом не было ни одного воздушного корабля или рыцаря. Поэтому он обернулся и спросил Бай Сусянь об этом. Бай Сусянь с улыбкой сказала, тут не летная зона, прямо как над крепостью Льва. Но эта зона более строгая, чем над крепостью Льва. В воздушной территории холма Сюань Юань не могут летать ни воздушные корабли, ни рыцари. Только птицы и рыцари на уровне мудреца могут летать над холмом Сюань Юань. Все дирижабли должны приземляться в аэропорту в 130 милях от холма Сюань Юань, откуда пассажиры должны добираться внутренназемными транспортными средствами. Все дирижабли, залетающие в радиус 60 миль от холма Сюань Юань, будут сбиты. Но у воздушных кораблей есть преимущество, они могут подлетать на периферию города. Даже небесный рыцарь не может лететь здесь. Если ты уведешь кого-то летающего в нелетной зоне, значит он является рыцарем на уровне мудреца. Только рыцари на уровне мудреца могут обладать такой привилегией. Что касается других, то даже три высших канцлера должны попадать в императорский дворец с помощью наземных средств передвижения. Насколько огромен холм Сюань Юань? Бай Сусянь с улыбкой взглянула на Чжанте. Радиус нелетной зоны над холмом Сюань Юань составляет 380 миль. 436-670 квадратных миль. Чжанте сразу же вычислил площадь холма Сюань Юань. Это был основной регион человеческой цивилизации. Он был почти таких же размеров, как награжденная земля огненного дракона. Блять. Глава 1102. Болезнь дяди Чжуна. Воздушный корабль Железный дракон медленно приземлился на огромном причале. Как только перед ними открылась дверь, Чжанте и Бай Сусянь увидели доброго и проницательного старика в длинной манте и с седой бородой, встречающего их на причале. За этим стариком стояло 8 телохранителей. Чжанте обнаружил, что этот старик был рыцарем Черного Железа, в то время как 8 телохранителей были боевыми генералами ЛВ-13, у которых был богатый боевой опыт. Бай Сусянь вышла из воздушного корабля держать Чжанте за руку. Старик незаметно посмотрел на ее руку, и в его глазах вспыхнул проницательный свет. Вскоре после этого он улыбнулся и поспешно сделал шаг вперед. Слава богу, мисс, ты наконец прибыла. Дядя Чжун, почему ты здесь? Ты мог просто послать кого-то встретить нас. При виде этого старика, Бай Сусянь также улыбнулась и поспешно потащила Чжанте вперед. В последний раз я видел мисс еще на день рождения великой мадам особняка лорда Гуаннань. Поскольку я не видел мисс в течение стольких лет, я пришел увидеться. Боюсь, что в будущем мы вряд ли сможем встретиться. Дядя Чжун внезапно покраснел, после чего достал белый носовой платок, прикрыл рот и закашлялся. Вскоре после этого он тихо сжал платок и положил его в рукав. Даже без использования глаз цветка лотоса, Чжанте все равно заметил темно-красный цвет на белом носовом платке. Кроме того, кашель дяди Чжуна звучал очень резко. Дядя Чжун, ты в порядке? Бай Сусянь поспешно сделала несколько шагов вперед и поддержала дядю Чжуна. Затем она немного похлопала его по спине, ты уже страдаешь от этой болезни столько лет. Ты еще не вылечился? Спасибо за заботу, мисс. Но я боюсь, что мою болезнь нельзя вылечить. Дядя Чжун ответил расслабленным тоном со слабой улыбкой на лице. Я заболел этой болезнью, когда следовал за лордом Гуаннань на карательной экспедиции в 18 горных пещер на горе Дракона на южной границе страны Тайся. После чего лорд Гуаннань заставил меня остаться на холме Сюань-Юань, чтобы получить лучшее лечение. Я не представлял, что колдовство варваров с южной границы настолько сильно. Проведя столько лет на холме Сюань-Юань, я не встретил никого, кто бы смог вылечить мою болезнь. Дядя Чжун махнул рукой, ах, я слишком стар и легкомыслен, я чуть не забыл поприветствовать этого благородного гостя. Это должно быть Отшельник Огненного Дракона, тот самый, с которым мисс познакомилась в Царстве Элементов Земли. Затем глаза дяди Чжуна посмотрели на Чжанте. Хоха, Яцуэли, только посторонние называют меня Отшельником Огненного Дракона. Если дядя Чжун хочет, ты можешь называть меня Цуэли. Чжанте вообще не был высокомерным. Вы слишком скромный, вы слишком скромный. Я слышал, что Отшельник Огненный Дракон совершил замечательные военные заслуги в Царстве Элементов Земли. Вы убили несколько демонов на уровне земных рыцарей. Этот старик простой мермедонец особняка лорда Гуаннань. Я не смею быть настолько самонадеянным перед вами. Дядя Чжун поспешно махнул рукой. Дядя Чжун, прислушайся к его совету, просто зови его Цуэли. Если ты продолжишь называть его Отшельником Огненным Драконом, это будет звучать слишком странно, стеснительно сказала Бай Сусянь. Дядя Чжун посмотрел на Чжанте с преувеличенным выражением лица, как будто он смотрел на своего зятя. Затем он резко хлопнул себя по голове и рассмеялся. Верно. Мисс, Отшельник Огненного Дракона действительно звучит слишком странно, слишком странно. Какой же я уже старый. Мисс, пожалуйста, прости меня. Дядя Чжун. Бай Сусянь неосознанно повысила голос. Ладно, ладно, давайте садиться в машину. Мы поговорим об этом в усадьбе. Узнав, что мисс прибывает сегодня, я сказал поварам приготовить твой любимый банкет Юнла. Затем дядя Чжун повел Бай Сусянь и Чжанте к кортежу автомобилей. В этом кортеже было три удлиненных лимузина фееричный дракон с двумя небольшими эксклюзивными знаменами особняка лорда Гуаннань, а также два роскошных автобуса. Автобусы предназначались для учеников Чжанте, и на них также были небольшие знамена особняка лорда Гуаннаня. Чжанте, Бай Сусянь и дядя Чжун сели в автомобиль расположенный посередине. Изначально дядя Чжун хотел сесть в переднюю машину, однако Бай Сусянь попросила его сесть к ней. Как бы то ни было, лимузин был достаточно просторным для нескольких человек. Затем ученики Чжанте залезли в два роскошных автобуса в конце. Это был частный причал особняка лорда Гуаннань. Рядом с этим частным причалом были эксклюзивные объекты пополнения запасов, которые могли предоставить различные услуги воздушному кораблю. Кроме того, под этим частным причалом была частная подземная дорога, через которую они могли непосредственно покинуть аэропорт Холма Сюань-Юань. В стенах подземной дороги были расположены долговечные флюоритовые лампы, что делало подземную дорогу такой же яркой, как на улице. Чжанте понял, что владение частным причалом в этом аэропорту было признаком большого клана. Конечно, особняк лорда Гуаннань был большим кланом. Помимо частного причала в аэропорту, у них также был частный особняк и усадьба. Покинув аэропорт, они выехали на 16-полосное шоссе. Увидев машины на шоссе, Чжанте был ошеломлен, поскольку все они работали на спирту. Картеж особняка лорда Гуаннань двигался очень быстро. Поскольку на дороге было не слишком много транспортных средств, они очень быстро въехали на территорию Холма Сюань-Юань. Перейдя границу территории Холма Сюань-Юань, Чжанте ощутил странную силу, которая повлияла на его чакры. Затем он обнаружил, что его чакры работают как обычно, однако способность, которая позволяла ему летать и противостоять гравитации, исчезла. Помимо потери способности полета, его боевая сила земного рыцаря вообще не ослабела. Поняв это, Чжанте задумался. Только рыцари на уровне мудреца могли летать над Холмом Сюань-Юань. Конечно, девять канцлеров страны Тайся не были мудрецами. Потеряв способность к полету, рыцарь терял половину своей маневренности, что указывало на то, что у Чжанте был шанс убить одного из канцлеров, если он все правильно спланирует. Пока Байсусян и дядя Чжун разговаривали друг с другом, они не могли даже подумать, что Чжанте думал о том, как убить достойного канцлера страны Тайся. Из беседы между Байсусян и дядей Чжун, Чжанте постепенно узнала личности дяди Чжуна и некоторых делах на Холме Сюань-Юань. Дядя Чжун был доверенным подчиненным лорда Гуаннани Мермидонцем, погуглите, если интересно, особняка лорда Гуаннань. В прошлом он помогал лорду Гуаннани охранять южную границу страны Тайся и был ранен. Папа Байсусян отправил его в Холм Сюань-Юань, чтобы он нашел способ вылечиться. Дядя Чжун пострадал от причудливого колдовства южной границы, которое называлось колдовство сломанного золота. Он искал лечение у многих известных врачей, однако ни один из них не смог вылечить его болезнь. Даже если его болезнь была подавлена на некоторое время, всего через несколько дней она снова возвращалась. Вскоре после начала пути, дядя Чжун снова начал кашлять, поэтому Байсусян начала беспокоиться. Моя болезнь неизлечима. Мисс, не волнуйся обо мне. Говорят, что колдовство 18 горных пещер Горы Дракона родом из секты Великой Пустыни. После того, как секта была уничтожена, 18 горных пещер Горы Дракона начали терроризировать регион и постепенно продемонстрировали свое желание свергнуть режим страны Тайся. Наконец, лорд Гуаннань отправил войска, чтобы окружить и уничтожить их. В этой битве головы всех глав 18 горных пещер были отрублены лордом Гуаннань. Я обнаружил, что был отравлен лишь через несколько месяцев после битвы. Однако, поскольку секта Великой Пустыни и 18 горных пещер Горы Дракона были уничтожены, вылечить мою болезнь уже невозможно. В последние годы токсичность этого колдовства вошла в мои легкие, в результате чего мое здоровье ухудшилось. Мисс, я не шутил с вами. Если бы мисс прибыла сюда через несколько лет, ты, возможно, не смогла бы увидеть меня. Байсусян расплакалась и начала утешать его. Нет, даже если на холме Сюань Юань нет решения, оно должно быть где-то в другом месте. Мне уже больше 100 лет. Хотя это короткий срок для рыцарей, это намного больше, чем у простолюдинов. Я прожил достойную жизнь. Я и так доволен, узнав перед смертью, что у мисс появился хороший муж. Дядя Чжун бросил глубокий взгляд на Чжанте. Услышав слова дяди Чжуна, Байсусян стала еще больше расстроена. Внезапно она подумала о том, насколько необычным был мужчина около нее. Поэтому она спросила Чжанте, можешь ли ты помочь дяде Чжуну? Глава 1103. Секрет секты Великой Пустыни. Чжанте впервые получил новости про секту Великой Пустыни на южной границе страны Тайся. Чжанте не знал о 18 горных пещерах горы Дракона. Тем не менее, Чжанте знал колдовство паразитов сломанного золота. Колдовство паразитов было всего лишь небольшим трюком с утра Великой Пустыни. Поскольку процесс был довольно странным и тривиальным, Чжанте не уделял ему много внимания. Чжанте мог легко мутировать разные виды жизни в замке Черного Железа и съел много фруктов Источника, что дало ему мощный Источник Духа и Души. Поэтому у него не было ограничений на использование воплощений. Для Чжанте, лишь навыки в разделе воплощения были сутью с утра Великой Пустыни, а трюки в других разделах были просто вспомогательными. Чжанте не ожидал, что такое тривиальное колдовство ядовитых паразитов сможет доминировать над регионом южной границы страны Тайся. После отравления этим тривиальным колдовством, даже рыцарь Черного Железа не мог ничего с этим поделать и мог лишь ждать своей смерти. Чжанте понял, что недооценил силу этих маленьких трюков с утра Великой Пустыни. Неудивительно, что секта Великой Пустыни стала непревзойденной силой на южной границе страны Тайся. Поскольку я очень легко получил с утру Великой Пустыни, и у меня слишком много других козырей, я не обращал особого внимания на небольшие трюки в сутре Великой Пустыни. Эти маленькие трюки, которые я не культивирую, являются высшими навыками и опорой для других. Неудивительно, что облачный журавль говорил в письме, чтобы я посетил южную границу страны Тайся. Похоже, что южная граница страны Тайся является большой сценой с утра Великой Пустыни. Вопрос Бай Сусянь был мелочью для Джанти. Джанти мог мгновенно решить эту проблему. Согласно сутре Великой Пустыни, всего было 12 видов колдовства насекомых выше ЛВ-6. Паразиты колдовства сломанного золота назывались сломанными паразитами. Сломанные паразиты были ЛВ-11. Джанти мог легко контролировать этих паразитов внутри тела дяди Джуна, просто введя в его тело печать Великой Пустыни ЛВ-11 и легко вывести их из него. Однако если он всего за несколько секунд вылечит дядю Джуна, даже идиоты обнаружат, что он культивировал сутру Великой Пустыни. Печати Великой Пустыни являются высшей силой сутры Великой Пустыни. Джанти понял, что коснуться башни всех духов и культивировать печати Великой Пустыни могли лишь элита и руководство секты Великой Пустыни. Простые члены секты Великой Пустыни могли лишь получить немного поверхностных знаний о сутре Великой Пустыни. Поскольку я случайно получил полную версию Сутры Великой Пустыни, я смог двигаться вперед семимильными шагами, но другим вряд ли могло так же повезти. Возьмите в качестве примера формирование Пагоды Всех Духов с помощью Сутры Яркого Просветления. За один раз Джанте мог передать лишь способ формирования одного этажа Башни Всех Духов. Тем не менее это был более сложный путь, чем формирование всей Пагоды Всех Духов за один раз, как это сделал Джанте. Первый способ был более тернист и требовал невероятное количество времени. Но поскольку ученики Джанте не могли прикоснуться к полной версии Сутры Великой Пустыни, они будут думать, что их собственный метод культивирования был самым лучшим и правильным. Кроме того, они даже будут благодарны Джанте и будут тратить больше усилий на культивирование. После создания секты Железного Дракона, Джанте начал смотреть на многое с точки зрения главы секты. Он понял, как секта Великой Пустыни передавала свое наследие и осознал, что ему действительно невероятно повезло получить полную версию Сутры Великой Пустыни. Поскольку секта Великой Пустыни передавала свои навыки шаг за шагом, после уничтожения сеты Великой Пустыни, некоторые их техники все еще передавались на многочисленных горах южной границы страны Тайся. Поэтому облачный журавль предупредил Джанте о том, что если он амбициозен и захочет доминировать над регионом, он может попробовать это на южной границе восточного континента. Бай Сусянь и болезнь дяди Джуна напомнили Джанте о многом. Он задумался о многих проблемах, связанных с сектой Великой Пустыни. Заметив, что Джанте замолчал, Бай Сусянь подумала, что он серьезно думал о том, как вылечить дядю Джуна. Она даже не могла подумать, что паразиты колдовства сломанного золота позволили Джанте получить более глубокое представление о текущей ситуации южной границы страны Тайся и истории секты Великой Пустыни. Мудрые люди могли понять общую ситуацию лишь при помощи мелких подсказок. Возможно, Джанте сам этого еще не понял, но его опыт и мудрость вошли в более высокую область после стольких лет практики. Джанте действительно размышлял о том, как помочь дяде Джуну. Отношения между дядей Джуном и Бай Сусянь были необычными. Кроме того, Джанте знал, что дядя Джун сильно беспокоился и любил Бай Сусянь, поэтому он решил помочь ему. Но в отличие от того, что думал о Бай Сусянь, Джанте не думал о том, как быстро помочь дяде Джуну. Наоборот, он думал о том, как замедлить лечение. На самом деле, Джанте мог вылечить дядю Джуна менее чем за минуту. Однако он не мог этого сделать. Вспомнив содержание сутры Великой пустыни, Джанте нашел решение среди множества техник раздела амулет. Несмотря на то, что для этого способа не требовалось использование печати Великой пустыни, это решение все равно было слишком эффективным. Согласно этой технике в разделе амулет, он мог дать дяде Джуну один рецепт и он вылечится всего за три дня. Тем не менее, дядя Джун провел на холме Сюань-Юань столько лет, за которые множество известных врачей не смогли вылечить его. Если Джанте вылечит его за три дня, это будет слишком привлекательным. На самом деле у Джанте были дела на холме Сюань-Юань, поэтому он не хотел быть слишком привлекательным. Иначе это может испортить его план. У меня возможно есть решение этому колдовству. Серьезно ответил Джанте. Услышав слова Джанте, Бай Сусянь сразу же воодушевилась. Даже дядя Джун удивился. Ранее он думал, что мисс спросила Цуэля о возможном решении просто из-за беспокойства и почувствовал тепло из-за этого. Однако он не ожидал, что этот человек действительно сможет избавить его от паразитов колдовства сломанного золота. Но он знал, что если бы его можно было вылечить так просто, ему не пришлось бы столько лет оставаться на холме Сюань-Юань. Если бы эти слова сказал какой-то другой человек, дядя Джун рассматривал бы это как чушь. Однако это были слова земного рыцаря, у которого были великие военные заслуги в царстве элементов земли. Такой человек не будет нести чушь. Поэтому дядя Джун опешил. Ах, правда? Бай Сусянь сразу же схватила руку Джанте. Джанте медленно кивнул. В свое время я познакомился с двумя друзьями. Один из них был экспертом церкви Гайи на западном континенте, и был хорош в контроле над животными. А другая – фармацевт Вуду. Когда я был с ними, я многому научился у них. Возможно я смогу вылечить этих паразитов внутри дяди Джуна. Дядя Джун широко раскрыл свой рот, смотря на Джанте со странным светом в глазах. Кое-кто уже говорил дяде Джуну о том, что только что сказал Джанте. После лечения дяди Джуна в течение полугода, этот человек сказал дяде Джуну, что очень немногие люди смогут вылечить его. Он сказал, что дядя Джун должен обратиться за помощью к эксперту, который был хорош в контроле над животными и в навыках Вуду. Потому что колдовские паразиты были частью техник контроля над животными и навыков Вуду. Он сказал, что только люди, которые хороши в контроле над животными и в навыках Вуду смогут ему помочь. Тот, кто рассказал дяде Джуну об этом, был имперским доктором страны Тайса. Он пришел к этому выводу, потратив полгода, однако этот парень перед ним смог рассказать ему решение лишь через полчаса беседы. Поэтому дядя Чжун был удивлен. Глава 1104. Спасение. Немного подумав, Чжан Ти написал дяде Чжуну рецепт, после чего начал подчеркивать важные места. Это был первый рецепт. Позже Чжан Ти напишет еще несколько рецептов. Чжан Ти планировал растянуть переотвечение на несколько месяцев. Обрати особое внимание на то, что возраст травы восстанавливающей душу не должен быть менее 10 лет, иначе она будет бесполезной. Она также не должна быть слишком старой, иначе она будет иметь сильный побочный эффект. Ей должно быть где-то 12-13 лет. Трава восстанавливающая душу в основном будет действовать на колдовских паразитов, а не на тебя. Кроме того, чем чище будет золотая и кровавая слюна, тем лучше. Кровь адского черного паука должна быть свежей. Она используется в качестве вспомогательного препарата для приема отвара из лекарственных ингредиентов. Интересно, сможешь ли ты достать черного паука на холме Сюань Юань? Дядя Чжун внимательно слушал слова Чжан Ти, время от времени кивая головой. Бай Сусянь просто смотрела на Чжан Ти сверкающими глазами. В ее сердце этот мужчина был всемогущим и всегда мог принести надежду. Говоря о черном пауке, дядя Чжун улыбнулся. Черный паук может быть редким в других местах, но на холме Сюань Юань можно достать абсолютно все, это лишь вопрос денег. На холме Сюань Юань можно найти даже такое. На рынке силы золота есть колизей. В колизее часто можно найти черных пауков. Многие большие кланы, проживающие на холме Сюань Юань, часто покупают черных пауков для обучения молодого поколения или создания пламени души. Союз фармацевтов также часто покупает эксцентричные лекарственные ингредиенты. Многие бизнес-группы страны Тайся продают лекарственные ингредиенты на холме Сюань Юань. Особняк Лорда Гуан Нань тоже часто привозит сюда некоторые особенности южной границы. Пока у тебя есть деньги, тут можно достать даже мутировавших животных ЛВ-16, не говоря уже о черных пауках ЛВ-6. Дядя Чжун ответил с улыбкой. Чжан Те понял, что тут можно было легко найти подземных живых существ. Сейчас на рынке силы золота проводится встреча сокровищ. Там очень шумно. Я слышал, что банк Золотой Птицы Рух привез сюда часть Звезды Бога с какого-то субконтинента и собирается продать или обменять его. Это очень редкий предмет. Если мисс и господин Цуи свободны, вы оба можете присоединиться к веселью. Дядя Чжун аккуратно спрятал рецепт Чжан Те, с улыбкой рассказывая им новости. Дядя Чжун увидел проблеск надежды в этом рецепте, поэтому он почувствовал себя немного лучше. Чжан Те и Бай Сусянь были потрясены этой новостью. Кто-то собирается продать или обменять кусок Звезды Бога? Он что глупец? Говорят, что это была часть коллекции императорской семьи какого-то субконтинента. Из-за бедствия демонов на этом субконтиненте, эта страна была уничтожена, а императорская семья больше не может сохранять свой престиж. В хаотичном мире такая редкость может принести лишние проблемы, поэтому с гарантией и защитой банка Золотой Птицы Рух, эта императорская семья решила продать или обменять этот предмет в стране Тайса. Если мисс заинтересована в этом, я могу уточнить подробности у банка Золотой Птицы Рух. Нет необходимости, если бы этот кусок Звезды Бога действительно был чем-то особенным, банк Золотой Птицы Рух купил бы его еще до официального аукциона. Мы все узнаем из сплетен, поэтому нет нужды ходить и что-то узнавать. Дядя Джун, пожалуйста, скажи кому-то подготовить для нас две вип-карты павильона сокровищ. Я уже подготовил их для мисс и господина Цуй. Затем дядя Джун объяснил Джанте, вип-карты павильона сокровищ предоставляются только главам или рыцарям больших кланов. Боюсь, что ученики секты Железного Дракона не смогут пойти туда с вами. Нет проблем, я скажу им поиграть несколько дней на холме Сюань-Юань. Джанте понимающе улыбнулся. Затем вдали Джанте увидел архитектурный комплекс, состоящий из высоких башен. Самая высокая башня в центре архитектурного комплекса была высотой более 1,000 м, и выглядела очень великолепно, где мы. Это штаб-квартира Союза Человеческих Фармацевтов. Спустя час езды, их картеж наконец прибыл в частную усадьбу Клана Бай. Площадь этой усадьбы составляла около 20,000 квадратных метров, что было довольно обычным в других местах. Однако на холме Сюань-Юань такая частная земля определенно была символом статуса. Землю на холме Сюань-Юань было невозможно купить. Ее могла лишь подарить императорская семья. Если никто не унаследует землю, эта земля вернется императорской семье. Поскольку страна Тайся была создана более 800 лет назад, после двух священных войн, кроме небольшой части земли в руках императорской семьи, все остальные земли на холме Сюань-Юань были награждены другим. Поэтому даже рыцарям было очень сложно получить кусок земли и положение на холме Сюань-Юань. Многие здания на холме Сюань-Юань были старше 500 лет. Даже деревья по обе стороны дорог были старше 100 лет. По пути Джанте увидел штаб-квартиру Союза Человеческих Фармацевтов, штаб-квартиру Союза Человеческих Наемников и штаб-квартиру Союза Человеческих Ремесленников. По блестящим архитектурным зданиям вокруг, Джанте наконец понял, почему холм Сюань-Юань имел репутацию столицы стран, маяка людей, святого города, ядра цивилизации и человеческой крепости. Можно сказать, что каждое место на холме Сюань-Юань содержало историю разных кланов и даже всего человечества. Кто бы мог подумать, что такой великий город был пронизан демонами и церковью, достигающей небес. Глава 1105. Цветки персика на весеннем ветру. Холм Сюань-Юань был древним и энергичным городом. Этот город мог принести людям свет, но он также был незаметно покрыт невидимой тьмой. По обе стороны множества дорог находились персиковые деревья. Большинство из них были старыми персиковыми деревьями. Святыми стволами они выглядели особенно красиво. Хотя цветение персиковых цветков уже давно закончилось, Джанте мог представить себе величественный пейзаж, когда цветки персика были в полном расцвете. Дядя Чжун сказал, что когда цветки персика были в полном расцвете, Холм Сюань-Юань выглядел невероятно красиво. Если во время цветения посмотреть на город с неба, можно было обнаружить, что весь Холм Сюань-Юань был таким же ярким и красивым, как огонь. Говорят, что в молодости, император Сюань-Юань встретился с матерью кронпринца в персиковом лесу, и они сразу же влюбились друг в друга. Поэтому император Сюань-Юань посадил много персиковых деревьев по всему городу. Это была романтическая история любви. Ранее Джанте поверил бы в эту историю. Однако сейчас Джанте почувствовал большие сомнения, потому что он знал, что многие так называемые легенды имеют глубокое значение, особенно те, которые касались нынешнего правителя. Эта история любви, вероятно, была сфабрикована кем-то. Пока эта любовная история была распространена среди людей, персиковые деревья по всему городу будут означать непоколебимое положение кронпринца в Восточном дворце. Сердца людей были непостижимы. Когда он подумал о лакеях церкви, достигающей небес и демонов в этом великолепном городе, а затем посмотрел на эти старинные здания и персиковые деревья, Джанте почувствовал сложные эмоции внутри. Будет ли это место все еще покрыто цветами персика после этой священной войны, подумал Джанте. Когда их картеж прибыл в усадьбу, все охранники и слуги приветствовали их за воротами усадьбы. В этой усадьбе было более 1 000 комнат. Лорд Гуаннань часто прибывал на холм Сюань Юань, и за ним следовало множество слуг и охранников. Поэтому тут было достаточно места для Джанте и его учеников. Джанте поселили в гостевую комнату главной усадьбы, а у Бай Сусянь была своя личная комната. Учеников Джанте поселили в усадьбу для подчиненных. Прибыв в поместье Бай, дядя Джун отвел Джанте в его комнату, а Бай Сусянь вернулась в свою спальню. Она хотела переодеться и нарядиться к ужину. Комната Джанте была очень красивой и роскошной. Независимо от того, насколько скрупулезным был человек, он не смог бы обнаружить никакой ошибки в этой комнате, не говоря уже о Джанте, которому было все равно где жить. Господин Цуй, вы довольны этой комнатой? Хохо, я очень доволен, спасибо дядя Джун. Чувствуйте себя как дома. Когда дядя Джун впервые увидел Джанте, он обнаружил, что Джанте был приятным человеком. Но теперь дядя Джун почувствовал, что Бай Сусянь была проницательной. Такой сильный земной рыцарь хорошо подходил принцессе особняка лорда Гуаннань. Поэтому дядя Джун относился к Джанте почти как к зятю особняка. Просто скажите мне, если вам что-нибудь понадобится. Хорошо. Джанте кивнул, после чего огляделся, есть ли у вас карта холма Сюань Юань. Поскольку я впервые на холме Сюань Юань, я почти ничего не знаю о городе. Я хочу ознакомиться с городом. Карта? Да есть. Я скажу кому-то принести ее вам. Спасибо дядя Джун. Кстати, пожалуйста попроси кого-то позвать Люсина в мою комнату. Дядя Джун вскоре покинул комнату Джанте. Выйдя из комнаты, он даже самостоятельно закрыл дверь. При виде поведения дяди Джуна, посторонние могли бы подумать, что он был управляющим особняка лорда Гуаннань. Кто бы мог подумать, что он был рыцарем? Ради безопасности императора, только рыцари на уровне мудреца могли летать в небе над холмом Сюань Юань. В результате чего рыцари черного железа были здесь тише воды, ниже травы. Стоя на балконе своей комнаты, Джанте смотрел вдаль. По соседству с их усадьбой стояло два усадьбы, столь же великолепные и большие, как усадьба лорда Гуаннань. Одна из них была классическим замком Хуа, а другая усадьба выглядела очень шумной, с высоким потоком людей. Хотя Джанте не знал о хозяевах и кланах этих усадеб, он понимал, что их усадьбы должны иметь большое положение на холме Сюань Юань, прямо как у лорда Гуаннань. Джанте смотрел на волнообразные павильоны и здания вдали, и подумал, где же находится резиденция канцлера финансов. Ах, тут также есть резиденция главы пожирающей команды, который также является учителем кранпринца, который мечтает о том, чтобы раздавить дворец Хуайань. Поскольку эти два человека имеют высокие должности, у них определенно есть возможность встречаться друг с другом, что если глаза Джанте вспыхнули, и он показал таинственную улыбку. Затем он услышал звуки, бах-бах, и понял, что это Люсин. Два стука в дверь с интервалом около 0,8 секунды. Такое четкое поведение показывало невидимую культуру и дисциплину человека. В последнее время Джанте обнаружил, что Люсин стучал так во все двери. Он стучал в дверь трижды, только когда была какая-то чрезвычайная ситуация. Поэтому Джанте был еще более доволен Люсинем. Первый ученик секты Железного Дракона становился все более квалифицированным. Это также указывало на разницу между теми, кто имел боевой опыт, и теми, кто нет. Первые обычно выглядели спокойными и действовали эффективно, а последние наоборот могут сделать ложное суждение в чрезвычайной ситуации. Входи, сказал Джанте. Открыв дверь, Люсин вошел и сложил руки. Учитель, ты всем доволен? Все в порядке. Все ученики уже выбрали свои комнаты. Наши комнаты находятся по соседству, поэтому мы сможем приглядывать друг за другом. Поскольку некоторые из младших учеников уже были на холме Сюань-Юань, они сказали, что наши комнаты могут сравниться с лучшими отелями холма Сюань-Юань. Люсин ответил с улыбкой. Что вы планируете делать? Я буду следовать вашим приказам. Немного помолчав, Джанте сказал, я собираюсь разобраться с некоторыми делами, поэтому вы все будете мешать мне. Я даю вам всем несколько дней отдыха, вы можете не сообщать мне о своем расписании. Я сообщу вам за день до нашего ухода. Хорошо, учитель. Радостно ответил Люсин. Разумеется, будучи молодыми людьми, они будут рады развлечься в таком месте. Если бы Джанте все время был около них, честно говоря, его ученики чувствовали бы себя немного ограниченными. Для этих учеников достоинство Джанте было слишком страшным и подавляющим. Хо-ха, ты должно быть чувствуешь радость из-за того, что я не буду вам мешать. Им этот ученик не смеет так думать. Люсин смущенно опустил голову. Ха-ха, не будь таким ограниченным. Я ваш учитель, а не ваша няня. Неужели вы думаете, что я не знаю, о чем думают молодые люди? Джанте рассмеялся, после чего телепортировал кучу золотых банкнот из своего пространственного оборудования общей суммой на один миллион золотых монет. Бери это ваши расходы на эти выходные. Здесь вы ничего не сможете сделать без денег. Люсин колебался и не брал деньги, потому что это была слишком большая сумма. Эта сумма денег не является чем-то серьезным. Как ученики секты Железного Дракона, вы скоро узнаете, что деньги это приходящие и уходящие. На данный момент секта Железного Дракона может не быть самой сильной сектой в стране Тайся, но в скором времени секта Железного Дракона станет самой богатой сектой. Будучи первым учеником секты Железного Дракона, тебе нужно научиться тратить деньги. Тебе и другим ученикам нужно потратить всю эту сумму за эти выходные. Хорошо, учитель. Услышав объяснение Джанте, Люсин наконец взял золотые банкноты. Затем Джанте посмотрел на Люсина и предупредил. Тебе нужно научиться расслабляться во время культивирования. Хотя с утра Огненного Дракона великолепно, тебе нужно знать, что с пешкой делу не поможешь. Тебе нужно культивировать стабильно и спокойно, это то, что я недавно понял. Поэтому запомни мои слова. Спасибо за ваш урок, учитель. Сердцебиение Люсина участилось и он глубоко поклонился Джанте. Через несколько минут Люсин вернулся в свою комнату. Несмотря на то, что он находился на расстоянии более стоим от них, Джанте все равно услышал радостные возгласы из комнат своих учеников. Глава 1106. Река Золотой воды. На карте, холм Сюань-Юань был огромным кругом с радиусом около 400 миль. Располагаясь на равнине, этот город был окружен озером Фея, озером Небесного Цинь и озером Звука. Все эти озера были огромными. Общая площадь трех озер превышала территорию холма Сюань-Юань. Орошение трех озер создало плодородную почву площадью более 600 квадратных миль вокруг холма Сюань-Юань. Холм Сюань-Юань был окружен девять бессмертными провинциями страны Тайся. Сам холм Сюань-Юань находился в центре восточного континента. Ядром холма Сюань-Юань был императорский город, то есть резиденция императора Сюань-Юань, также известная как сердце страны Тайся. Находясь в центре холма Сюань-Юань, императорский город был похож на красную зону в центре мишени. Радиус императорского города составлял 130 миль. Его площадь была равна размеру почти 12 стандартных городов класса А. Холм Сюань-Юань был центром человечества, а императорский город был центром холма Сюань-Юань. Императорский дворец императора Сюань-Юань, бюрократические агентства, резиденции треха высших канцлеров и девять министров. Небольшое изменение в терминах. Теперь есть три высших канцлера и девять министров, а также императорская семья и дворяне страны Тайся, все находились в императорском городе. В императорском городе было три вида людей, члены императорской семьи и чиновники страны Тайся, кланы и семьи членов императорской семьи и чиновников, а также их слуги. Помимо вышеупомянутых людей, даже лучшие кланы и лорды такие как лорд Гуаннань не могли иметь частные усадьбы в императорском городе. Это был приказ император Сюань Юань. Императорский город был центром власти страны Тайся, и в нем был только один хозяин, а именно император Сюань Юань. Все в императорском городе служили императору Сюань Юань. Таким образом самые влиятельные люди страны Тайся, и даже всего человечества, находились в императорском городе. На холме Сюань-Юань не было ни одной городской стены. Император Сюань-Юань сказал, что если холму Сюань-Юань понадобится защита городских стен, то человечество будет уничтожено. Поэтому на холме Сюань-Юань не было никаких объектов обороны города. Императорский город и холм Сюань-Юань также не были разделены городскими стенами. Они были разделены рекой Золотой воды, которая являлась искусственным круговым каналом, окружающим императорский город. Этот канал имел три источника, и это были три окружающих озера. Над этим каналом находилось 12 огромных мостов, названных 12 земными животными, крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака и свинья. Эти мосты соединяли императорский город и холм Сюань-Юань. Без особого пропуска, который обычно был привязан к талии или жетона, никто не мог пройти ни один из 12 мостов и войти в императорский город. Те, кто нарушал это правило, будут немедленно убиты. 1 ноября 903 года по календарю черного железа. Это был третий день после их прибытия на холм Сюань-Юань, и в этот день Чжан-Ти и Бай Сусянь смотрели на императорский город, плывя на лодке по реке Золотой воды. Несколько прошедших дней Чжан-Ти и Бай Сусянь путешествовали по всему холму Сюань-Юань и посещали разные достопримечательности. Тем не менее за это время они осмотрели лишь небольшой уголок холма Сюань-Юань. Такие известные места как холм Сюань-Юань были наполнены разными историями. В некоторых спокойных и тихих придорожных чайных они могли заметить следы трех высших канцлеров и других больших фигур. Старые деревья в каком-то переулке могут быть сувенирами, оставленными правителем какого-то субконтинента. На берегу реки Золотой воды было много любовных историй о героях и красотках. Их лодка была небольшой, но очень детальной. Лодочник был смуглым крепким парнем. Сидя на носу, Чжан-Ти и Бай Сусянь пили напиток из цветков персика, который являлся местной особенностью и кушали сушеные сливы, наслаждаясь пейзажами. Ширина реки Золотой воды составляла приблизительно 1-3 мили. По реке беспрестанно плавали круизные корабли, делая ее очень шумной. С одной стороны реки был императорский город, все усадьбы и другие здания на этом берегу реки выглядели торжественно и неприкосновенно. Кроме того, на этой стороне было очень мало людей. С другой стороны реки Золотой воды все было совершенно иначе. На этом береге было много разных отелей и ларьков. На придорожных причалах стояли многочисленные лодочники и прогулочные катера. Многие люди пили и ели со своими друзьями, громко напевая песни и занимаясь вольностями с танцовщицами. Хотя наступил ноябрь, ивы на обоих берегах реки по-прежнему выглядели зелеными и совсем не собирались увидать. Говорят, что эти ивы были новым видом, который привезло одно из министерств с какого-то субконтинента. Этот вид был зеленым круглый год. Я не ожидал увидеть такие процветающие пейзажи на реке Золотой воды, сказал Джанте. Когда Бай Сусянь путешествовала с Джанте, она не носила блестящее имперское платье. Вместо этого она была одета как обычная старшая сестра живущая по соседству. Однако Бай Сусянь родилась красивой, поэтому она все равно выглядела достойно. Хотя она была изящной и сдержанной, она выглядела чрезвычайно кокетливой. Кроме того, что она была очаровательной, она выглядела немного надменной и отдаленной. Каждое подмигивание и улыбка Бай Сусянь были чрезвычайно соблазнительными. Уникальный и очаровательный внешний вид Бай Сусянь привлекал внимание множество людей в проплывающих мимо лодок и прогулочных катеров. Если бы не Джанте, многие плейбай, которые думали, что они были богаты и романтичны, подкатили бы к Бай Сусянь. Тем не менее, лысая голова Джанте и его подобная башня-фигура отпугивала их всех. Глава 1107. Обычная жизнь. Бай Сусянь сидела рядом с Джанте и аккуратно подливала ему сливовый напиток. Услышав слова Джанте, Бай Сусянь улыбнулась и бросила влюбленный взгляд на Джанте. Лодочник ответил. Господин Цуй, возможно вы кое-чего не знаете. На холме Сюаньюань есть много больших кланов, однако большую часть населения составляют такие простые люди, как я. Поэтому, конечно, простолюдинам нужно зарабатывать деньги, чтобы выжить. Большинство простых людей не могут покинуть холм Сюаньюань, однако у большинства из них нет особых профессий, поэтому они могут лишь предоставлять разные услуги и удовлетворять потребности путешественников. Возьмите в качестве примера этого скромное обращение к себе, старого Джоу. Мне приходится каждый день работать на этой лодке, чтобы жить на холме Сюаньюань. Джанте и Бай Сюсянь арендовали его лодку, чтобы насладиться пейзажами реки Золотой воды. Они не раскрывали старому Джоу свои личности. Когда они увидели старого Джоу на причале в обычной одежде, Джанте сразу же обнаружил, что старый Джоу был особенным. У него была очень крепкая фигура. Кроме того, он был бойцом ЛВ-8. Они рассказали старому Джоу лишь свои фамилии, поэтому старый Джоу называл Джанте, господином Цуй, а Бай Сюсянь – мисс Бай. Хо-ха, старый Джоу, что ты имеешь в виду говоря, что не можешь покинуть холм Сюаньюань? Означает ли это, что кто-то заставляет тебя оставаться здесь? Джанте спросил из любопытства. Достигнув уровня Джанте, мало кому будут интересны такие тривиальные вопросы. Тем не менее Джанте был заинтересован в таких тривиальных делах, поскольку он сам был простолюдином. Побывав в некоторых знаменитых местах холма Сюаньюань, Джанте уже надоели эти легенды и рассказы о героях и влиятельных фигурах. Хотя эти высокие здания и украшенные были великолепны, Джанте не испытывал к ним никаких чувств. Только сейчас, наслаждаясь напитком и общаясь со стариком, Джанте наконец расслабился. Нет, никто. Старый Джоу покачал головой. Услышав слова старого Джоу, Джанте стал более любопытным. Нет, тогда почему никто не уходит? Говорят, что холм Сюаньюань – самое процветающее место среди всех человеческих городов. Если бы я мог жить достойной жизнью на холме Сюаньюань, конечно же я не хотел бы покидать этот рай, но у меня не такая жизнь. Старый Джоу вздохнул. Я должен зарабатывать деньги, чтобы содержать свою семью. Верно, хотя деньги не всемогущие, люди не могут выжить без денег. Джанте рассмеялся. Да. На холме Сюаньюань очень трудно выжить, сказал старый Джоу. Все усадьбы на холме Сюаньюань дарятся императорской семьей. Согласно правилам, мы не можем продавать их. Если никто не сможет унаследовать усадьбу, она будет конфискована императорской семьей. Я имел в виду, что если бы я мог покинуть холм Сюаньюань и сдать свою усадьбу на холме, я мог бы получать кучу денег. На эти деньги члены моей семьи жили бы богатой жизнью даже в 9 бессмертных провинциях, вместо того, чтобы каждый день трудиться здесь. Арендная стоимость жилья на холме Сюаньюань занимает первое место среди всех человеческих городов. Цена комнаты площадью в 10 квадратных метров в отдаленном месте составляет более 1,000 золотых монет в год. И даже несмотря на такую цену, в городе очень сложно снять жилье. Возьмите мой дом в качестве примера. Мой предок был начальником столичной охраны холма Сюаньюань. Сделав достойный поступок, его наградили небольшой усадьбой на холме. В то время наша семья Чжоу была достойной семьей. По словам моего дедушки, когда наш предок вернулся в провинцию Сюньчжоу, чтобы почтить память наших предков, даже губернатор провинции Сюньчжоу провел для него банкет. После того, как наш предок скончался, из-за его репутации, наша семья Чжоу была процветающей еще несколько лет. Но никто из потомков не смог сравниться с этим предком. Начиная с поколения моего дедушки, наша семья Чжоу начала увидать. В моем поколении есть три члена, я самый старший. Мы втроем унаследовали усадьбу на холме Сюаньюань. Остальные два моих брата покинули холм Сюаньюань, чтобы искать средства к существованию. Около 20 лет назад один дворянин с какого-то субконтинента хотел арендовать нашу усадьбу за 20 000 золотых монет в год. Он хотел отремонтировать ее и жить внутри. В тот момент наша семья Чжоу находилась в экономической яме, а с 20 000 золотыми монетами в год, наша семья смогла бы подняться, но мой отец не согласился. Перед смертью он даже предупредил нас о том, чтобы мы защищали дела семьи Чжоу на холме Сюаньюань. Любопытство Чжанте снова пробудилось. Я не представлял себе, что ты потомок начальника охраны. 20 000 золотых монет в год не маленькие деньги, так почему твой отец не согласился на это предложение? Старый Чжоу улыбнулся и сказал. Я могу легко покинуть холм Сюаньюань и жить богатой жизнью, но покинув это место, мои потомки не смогут стать выдающимися. Пока я буду оставаться здесь, у моей семьи будет надежда. Если один из моих потомков сможет стать чиновником на холме Сюаньюань, моя семья сразу же станет славной и процветающей. Хе-хе-хе, хотя 20 000 золотых монет звучат как хорошая награда, никакое место не может сравниться с холмом Сюаньюань. Тут находятся лучшие человеческие школы, самые сильные рыцари и куча возможностей подняться в статусе. Пока я буду тут, если кто-то из моих потомков сможет стать чиновником, связи налаженные моим предком сразу же активизируются. В сравнении с этим, небольшое количество денег является ничем. Будучи простой семьей, если мы хотим дать младшему поколению возможность стать чиновниками на холме Сюаньюань, мне нужно содержать свою семью. На самом деле, напиток из цветков персика, который вы пьете, был сделан моей женой, используя цветки персика, растущие в нашем дворе. Джан Ти не высмеивал старого Джоу и его жену. Вместо этого он начал уважать их. То, что делала эта старая пара, было почти тем же, что делали родители Джан Ти в городе Блэкхат. Они жертвовали всем ради своих детей. С точки зрения старого Джоу, его двор на холме Сюаньюань является своего рода школой, которая может дать его потомкам возможность постепенно почувствовать атмосферу холма Сюаньюань. На холме Сюаньюань было много таких же родителей, как старый Джоу, которые отказались от своих амбиций быть богатыми родителями в других местах. Вместо этого они выбрали делать скромные работы на холме Сюаньюань, пока их дети не станут выдающимися и не прославят их предков. Конечно, не все родители вели себя как старый Джоу. У каждой семьи была своя ситуация. Однако, учитывая масштаб и население холма Сюаньюань, то семей подобных семье старого Джоу было много. Предки этих кланов из семьи когда-то были славными и блестящими персонажами. В противном случае они не получили бы усадьбу на холме Сюаньюань, поэтому многие кланы мечтали о том, чтобы их потомки стали выдающимися и прославили их предков. Старый Джоу, сколько у тебя детей? Говоря о своих детях, лицо старого Джоу слегка озарилось, и он неосознанно повысил голос. У меня есть восемь детей, три дочери и пять сыновей. Три из моих сыновей обычные, но остальные два слегка талантливы. Мой четыре и краткое сын хорош в создании инструментов, поэтому он является учеником в штаб-квартире Союза Ремесленников Рунного Оборудования и учится там. Мой старший сын хорош в драках. Я потянул за несколько струн оставленных моим предком, поэтому он стал главой воинской части Императорской Гвардии и уже начал приносить деньги в дом. Благодаря усилиям нескольких поколений, семья Джоу наконец получила хорошие поколения. В штаб-квартиру Союза Ремесленников Рунного Оборудования и Императорскую Гвардию Холма Сюань Юань было сложно попасть. Согласно твоим словам, то семьи чья недвижимость была забрана, должно быть понесли огромные потери. Хе-хе, все правила сделаны людьми. Господин Цуй, поскольку вы только прибыли на холм Сюань Юань, вы много чего не знаете. За последние сотни лет, когда в последний раз кто-то лишался недвижимости, старый Джоу ухмыльнулся. Глава 1108. Разработка плана, часть 1. Если у семьи нет потомков, они могут взять приемного сына из того же клана. Если у них нет клана, многие посторонние захотят стать их приемными сыновьями. Те, у кого нет сыновей, могут усыновить сына и сменить его фамилию, прежде чем зарегистрировать его имя в своей родословной. После того, как этот человек умрет, его усыновленный сыну наследует усадьбу на холме Сюань Юань, кто захочет отдавать то, что уже проглотил. Возьмите в качестве примера моего соседа Ламилю. Поскольку он был ранен в детстве, он не может иметь детей, из-за этого он также не может жениться. Поэтому к нему прибыли родственники из провинции Чжунчжоу, чтобы Ламилю усыновил их детей. Соклановцы Лю почти начали битву из-за этого. В конце Ламилю выбрал одного из племянников в качестве приемного сына. После чего этот племянник начал относиться к Ламилю лучше, чем к своему родному отцу. Таким образом Ламилю не нужно беспокоиться о его старости и похоронных делах. Если так, то многие семьи могут позволить посторонним поселиться на холме Сюань Юань, просто усыновив их. Удивленно сказал Чжанте. Сотни лет назад так и было. Я слышал, что в то время многие семьи усыновляли кучи сыновей. В некоторых семьях было даже по 10-20 усыновленных сыновей. Большинство так называемых усыновленных детей являлись детьми их братьев, сестер или родственников из других мест. Постепенно школы холма Сюань Юань стали переполненными, поэтому императорская семья была вынуждена выпустить строгий приказ, согласно которому усыновленным детям запрещалось регистрироваться на холме Сюань Юань. А те, у кого нет потомков, могут принять лишь одного ребенка. После чего все нормализировалось. Услышав слова старого Чжоу, Чжанте рассмеялся. Ха-ха-ха, я не знал, что на холме Сюань Юань происходило что-то настолько забавное. Да, вначале все было по-другому, поэтому все люди воспользовались этими лазейками. Поскольку все остальные делают это, если ты этого не сделаешь, разве ты не будешь дураком? Услышав слова старого Чжоу, Чжанте рассмеялся. Действительно, это все было не потому что все были хитрыми. Просто стремление к лучшему было в крови у людей. Поскольку у них появилась возможность зарегистрировать своих родственников на холме Сюань Юань, а не позволить им наслаждаться самыми лучшими учебными ресурсами, возможностями и уходом, любой человек приложит все усилия, чтобы воспользоваться ею. Однако даже этот приказ смог заблокировать лишь половину лазеек. Он все равно не работал на семьи, в которых действительно не было потомков, а лишь частично сдерживал их. У них не было выбора, кроме как разрешить это, потому что это была традиция и обычай людей Хуа. Именно поэтому земля на холме Сюань Юань становилась все дороже, потому что почти никакая земля не возвращалась императорской семье. В результате чего порог для поселения на холме Сюань Юань постепенно повысился. Несмотря на то, что я совершил много военных заслуг в царстве элементов земли, я смог получить лишь награжденную землю за пределами холма Сюань Юань. Исходя из этого становится понятно, насколько сложно поселиться на холме Сюань Юань. Неудивительно, что Бай Сусянь сказала, что в стране Тайся есть два вида дворян. Первые это те, которые смогли попасть на холм Сюань Юань, а вторые это те, кто находится за пределами холма Сюань Юань. Джан Ти указал на проплывающий мимо прогулочный корабль, который был весело раскрашен и спросил, что это за разноцветные корабли. Это плавучие бордели? Хе-хе, вообще такая профессия запрещена. Но эти весело раскрашенные корабли являются исключением и могут войти в реку Золотой воды лишь днем, а вечером они должны уплывать в озеро. Господин Цуй, хотя эти весело раскрашенные корабли выглядят маленькими, они зарабатывают невероятные деньги. Прогулочные корабли с самыми известными проститутками могут зарабатывать горы золота. Такие прогулочные корабли посещают лишь дворяне и богатые люди, которые рассматривают золотые монеты как дерьмо. Таким бизнесом могут заниматься лишь люди, имеющие связи с большими шишками в императорском городе. Без такой поддержки, они не смогли бы войти в реку. Но зачем им это? Те, кто могут поселиться в императорском городе, будь то три высших канцлера или девять министров, берут с собой большое количество членов своих семей, подчиненных и соклановцев. Для жизни на холме Сюанью о нем нужно тратить много денег. Если клан хочет поддерживать достойную жизнь, ему нужны деньги. Хотя развратный бизнес в таких кораблях звучит не очень хорошо, это законный бизнес с высокой прибылью. Помимо всего прочего, они также будут собирать много информации. Конечно, приличные семьи в императорском городе не посылают членов своей семьи для занятия таким делом. Они просто отправляют на это задание доверенного подчиненного. Кто откажется от такого заработка? Сказав это, старик Джоу несколько раз посмотрел на Джан Тейбай Сусянь. Судя по всему, господин Цуй не обращает особого внимания на деньги. Если бы вы двое были юношами, то было бы вполне нормально, если бы вы не заботились о них, поскольку их вам давали бы родители. Однако, учитывая внешний вид господина Цуй и мисс Збай, а также ваше поведение, вы, должно быть, уже видели мир и можете относиться к мирским делам с пренебрежением. Те, кто видел мир и знают законы вселенной, скорее всего, родились в богатых и благородных кланах. Я даже осмелюсь сказать, что вы родом как минимум из кланов губернаторов провинций. Я не представлял себе, что простой лодочник может иметь такой острый ум. После становления рыцарем, А особенно после присвоения богатства кланов Трехглазой Ассоциации, Чжан Те действительно больше не заботился о деньгах. Деньги были просто мерзким вещами для Чжан Те. Кроме того, бизнес семьи Чжан по продаже универсального лекарственного средства был процветающим из-за монополии, и каждый день приносил семье Чжан горы денег. Ни у Чжан Те, ни у его клана не было нехватки в деньгах. Кроме того, у Чжан Те и его старшего брата не было огромного количества потомков в городе Цзинью. Однако была еще одна причина, о которой старый Чжоу не знал. Помимо зарабатывания денег, у больших кланов была еще одна важная цель ведения бизнеса – расширение своего влияния. Даже кланы, которые не испытывали недостатка в деньгах, все равно занимались различными бизнесами и были часть множества отраслей. Зачем? Так называемые большие кланы должны быть не только богатыми, они также должны быть влиятельными. Даже если у вас были горы золотых монет на складе, вы не сможете получить влияние. Это будет простая куча металлов. Лишь после инвестирования этих денег в различные отрасли, эти кланы получат большое влияние и власть. Влияние было тем, на что большие кланы уделяли особое внимание. Самым важным критерием для оценки силы клана являлась цель ведения их бизнеса, для зарабатывания денег или для расширения влияния. Этот критерий указывал на то, имел ли клан прочный фундамент на холме Сюань Юань или нет. По мнению Джанте, семья Джан больше не занималась бизнесом только для зарабатывания денег. Когда они заработали достаточно денег, деньги стали бессмысленными для них. Все их предприятия работали для более высоких целей. Несмотря на то, что эти прогулочные суда выглядели развратно, они служили местами для отдыха. Там люди могли расслабиться и поговорить, а также познакомиться с людьми всех слоев общества. В какой-то мере эти весело окрашенные прогулочные корабли могли повлиять на сферу отдыха всего холма Сюань Юань и создать некоторое общественное мнение и определенную культуру среди людей высокого класса. Скорее всего последняя причина была главной причиной, почему крупные кланы императорского города контролировали эти прогулочные корабли. Маленькие весело окрашенные корабли и слова старого Джоу напомнили Джанте кое о чем. Поэтому сердцебиение Джанте участилось, и он достал золотую монету. Немного сжав ее, Джанте бросил ее в сторону старого Джоу. Старый Джоу, лови. Поймав золотую монету, старый Джоу улыбнулся. Господин Цуй, ты можешь заплатить мне, когда мы пришвартуемся. Ха-ха-ха, ты мне нравишься, поэтому мы можем подружиться. Если ты хочешь заработать денег, то ты или один из твоих сыновей можете прибыть на награжденную землю огненного дракона в провинции Юджоу через три месяца. Я могу дать твоему клану Джоу уникальный бизнес на реке Золотой Воды и позволить тебе наслаждаться ощущением наличия горы денег. Ты даже сможешь стать богатым человеком. Джанте рассмеялся. Старый Джоу опустил голову и увидел отпечаток пальца на золотой монете, оставленной Джанте. Глава 1108. Разработка плана, часть 2. Старый Джоу сделал глубокий вдох и подумал. Наконец-то моему клану Джоу повезло. Не удивительно, что последние несколько дней мне снилось, что наш дом горел. Это счастливое предзнаменование. Кроме того, учитывая взгляд Джанте, старый Джоу понял, что Джанте не шутил. Хотя старый Джоу не понимал, что это за уникальный бизнес, о котором говорил Джанте, он четко понимал, что это шанс для его семьи. Старый Джоу аккуратно убрал эту золотую монету, после чего начал более уважительно относиться к Джанте. Господин Цуй, мисс Бай, если хотите, то после того, как мы пришвартуемся, я приглашаю вас поужинать в моем доме. Моя жена очень хорошо готовит. Ха-ха, старый Джоу, ты слишком вежлив. Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, то пригласи меня, когда уже разбогатеешь. Старый Джоу улыбнулся. Бай Сусянь налила Джанте напиток из цветков слива и передала ему стакан. Что за уникальный бизнес ты придумал? Бай Сусянь телепатически спросила Джанте. Бай Сусянь знала, что Джанте не будет шутить с простолюдином. Тем не менее, ей было интересно, почему Джанте предлагает уникальный бизнес обычному лодочнику. Ха-ха, скоро узнаешь, ответил Джанте. Джанте придумал этот бизнес, услышав слова старого Джоу о весело раскрашенных прогулочных судах. Поскольку другие могут заниматься бизнесом на реке Золотой воды, я тоже могу. После того, как награжденная земля огненного дракона начнет производство высокоэффективного спирта и различных двигателей, будет ли старому Джоу сложно построить уникальный бизнес на реке Золотой воды? Если лодку старого Джоу снабдить двигателем и пропеллером, она превратится в скоростной катер. Когда Джанте представил себе сцену старого Джоу, плывущего на скоростном катере по реке Золотой воды, оставляя за собой белую линию, он не мог не хихикнуть. Это станет лучшей рекламой для награжденной земли огненного дракона. Напиток из цветков сливы был местной особенностью холма Сюань-Юань. Этот напиток казался мягким, сладким, ароматным и вязким. Для производства этого напитка использовались цветки сливы, растущие на холме Сюань-Юань. Напиток был розового цвета и пах прямо как цветки сливы. Многие семьи на холме Сюань-Юань собирали цветки сливы в своих усадьбах и варили этот напиток. Напиток из цветков сливы стал одним из необходимых вещей, которые нужно было попробовать, посетив холм Сюань-Юань. Согласно легендам, если пара влюбленных выпьет чашку этого напитка на реке Золотой воды, их любовь никогда не ослабнет и они никогда не расстанутся. Это косвенно объясняет, почему река Золотой воды была одним из самых романтичных мест на холме Сюань-Юань. Помимо развратных весело раскрашенных прогулочных кораблей, на реке можно было заметить огромное количество парочек. Стоя на носу корабля и выпивая с Чжан-Те, Бай Сусянь покраснела как фея, в результате чего Чжан-Те не мог отвести от нее взгляд. «Господин Цуй, мисс Бай, перед нами находится мост лошади». Сзади раздался голос старого Чжоу. Чжан-Те заметил его и без предупреждения старого Чжоу. В нескольких тысячах метров от них реку Золотой воды пересекал стальной мост. Этот мост был великолепным. Под мостом могли проплыть даже огромные корабли весом в десятки тысяч тонн. На берегу императорского города был причал, в котором стояло множество пароходов с особыми знаменами. На мосту Чжан-Те увидел большие башенные ворота, похожие на триумфальную арку. В самой высокой точке ворот была блестящая статуя Золотого коня. Это был один из входов в императорский город. 12 мостов через реку Золотой воды назывались 12 земными ветвями, что соответствовало 12 зодиакам Хуа. Каждый мост имел соответствующий тотем и статую одного из 12 китайских зодиаков. Простолюдины холма Сюань-Юань называли эти мосты мостами зодиаков Хуа. Смотря на мост лошади, Чжан-Те вспомнил карту холма Сюань-Юань. Пройдя мост лошади, если он продолжит идти вперед, он войдет на проспект лошади императорского города. Через 20 миль на проспекте лошади он увидит особняк министра финансов, одного из 9 министров страны Тайся. Все 9 министров страны Тайся имели официальные резиденции в императорском городе. Официальная резиденция министра финансов находилась на проспекте лошади. Чжан Те понял, что 12 официальных резиденций, 3 х высших канцлеров и 9 министров страны Тайся соответствуют проспектам императорского города, которые в свою очередь были связаны с 12 мостами зодиаков Хуа. Смотря на мост и стаю воробьев, пролетающих над мостом, глаза Чжан Те сверкали. В окрестностях холма Сюань-Юань водилось огромное количество разновидностей птиц. Вокруг трех окружающих озер проживало более 100 видов водных птиц. Кроме того, на холме Сюань-Юань водилось множество воробьев и голубей. Поскольку ивы создавали приятную тень рядом с рекой Золотой воды, это место было излюбленным местом воробьев, а голуби в основном собирались на площадях и в парках. Прожив тут долгое время, эти птицы вообще не боялись людей. Лодка плыла в сторону моста лошади. Когда они были менее чем в полумиле от моста, около них проплыл чрезвычайно блестящий весело окрашенный прогулочный корабль. На открытой палубе прогулочного корабля общалось несколько молодых женщин и мужчин. Джан Ти не обращал особого внимания на этих людей. Поскольку на реке Золотой воды было слишком много таких прогулочных кораблей, Джан Ти просто посмотрел на них, после чего продолжил наблюдать за императорским городом. Тем не менее, Джан Ти не ожидал, что при виде этих людей, Бай Сусянь сразу уже станет ледяной. Эти молодые люди тоже увидели Бай Сусянь и Джан Ти. Без учета крепости льва, Холм Сюань Юань занимал первое место среди человеческих городов по количеству находящихся в нем рыцарей. У рыцарей были острые ощущения, поэтому как только Бай Сусянь узнала ее хорошую подругу на этом весело раскрашенном прогулочном корабле, одна из молодых леди на корабле также заметила Бай Сусянь и Джан Ти. Стоя на носу лодки, Джан Ти и Бай Сусянь выглядели довольно элегантно и достойно. Они были похожи на бессмертную пару, поскольку одна была очень женственной, а другой был очень мужественным. На палубе этого весело раскрашенного корабля было четыре молодых человека и три молодых леди. Помимо женщины, которая играла на лютне, остальные шесть были молодыми рыцарями черного железа. Пока Джан Ти смотрел на женщин на прогулочном корабле и думал, кто из них Фонсинья, Бай Сусянь как агрессивная курица подпрыгнула с лодки с бушующей боевой ци, после чего она ринулась в сторону этого корабля, наступая на воду. Помимо рыцарей на уровне мудрецов, обычные рыцари не могли здесь летать, однако их боевая сила оставалась неизменной. Как красиво, Джан Ти не предполагал, что Бай Сусянь посмеет сразиться с другой женщиной на реке Золотой воды неподалеку от императорского города. Однако кое-кто знал характер Бай Сусянь лучше Джан Ти. Поэтому как только Бай Сусянь начала двигаться, фигура навесила окрашенным кораблем, тоже двинулась и бросилась к Бай Сусянь. Бум! Две женщины подпрыгнули и столкнулись друг с другом в небе. В то же время их бушующая боевая ци создала столб воды выше 30 м, как после взрыва алхимической бомбы. После падения, эта вода создала волны. Увидев эту сцену, с окружающих кораблей и лодок раздалось множество восклицаний. Первая 2-х метровая волна ударила прогулочный корабль и лодку Джан Ти почти одновременно. В результате чего прогулочный корабль длинный в десятки метров начал сильно качаться. Молодые люди на палубе прогулочного корабля одновременно использовали свою силу и стабилизировали корабль. При виде этой сцены, женщина, которая держала лютню, сильно испугалась. Когда волна достигла лодки Джан Ти, выражение лица старого Джоу резко изменилось. Прежде чем старый Джоу смог отреагировать, Джан Ти топнул по палубе, заставив снизу подняться белую волну, которая охватила лодку в виде водяного лотоса, легко избегая первой волны. При виде этой удивительной сцены, с окружающих лодок и кораблей раздалась еще одна волна восклицаний. Кто-то даже закричал. Ах, бог воды проявляет свою силу. Эта сцена заставила лицо старого Джоу побледнеть. Тем не менее он все равно приложил все силы, чтобы стабилизировать лодку. Прежде чем Байсусяни эта фигура начали второй раунд столкновений, с моста лошади раздался рев. Кто посмел быть высокомерным на реке Золотой воды? После этого рева, с моста спрыгнул рыцарь в броне и ринулся к ним со скоростью молнии. Подбежав к ним, этот парень остановился на воде и по очереди посмотрел на Байсусяни другую женщину. Рыцарей навесил о раскрашенном прогулочном корабле и Джан Ти. Когда он увидел Джан Ти, чья лодка была покрыта рябью, он слегка сузил глаза. Глава 1109 Женщины Это вы только что сражались здесь? Этот парень спросил Байсусяни другую женщину. Они одновременно ответили холодным хмыканьем, полностью игнорируя вопрос рыцаря. Блять, этот земной рыцарь начал сходить с ума. Он посмотрел на Байсусяни на эту женщину, после чего выпустил пар на всех присутствующих. Все вы, все рыцари, следуйте за мной для разбирательств. Если кто-нибудь из вас посмеет возразить мне, я убью вас. Сказав это, земной рыцарь бросил на Джан Ти глубокий взгляд. Среди всех присутствующих рыцарей, Джан Ти был самым непостижимым. Хотя другие земные рыцари также могли бы обернуть лодку водой с помощью боевой Ци, этот парень знал, что он сам не смог бы так же легко сделать это. Помимо строгих требований к силе боевой Ци, это также требовало чрезвычайно хорошей способности управлять потоком воды. Джан Ти не представлял себе, что его прогулка по реке Золотой воды может закончиться таким образом. Однако то, что произошло на этот раз, напомнило Джан Ти о сути женщин. Если бы Байсусяни эта женщина были бы простолюдинами вместо рыцарей, Джан Ти верил, что они уже начали бы царапать лица и тянуть друг друга за волосы. Посмотрев на эту женщину, Джан Ти понял ее личности без слов Байсусянь. Честно говоря, с учетом ее внешнего вида, Фонсинья не была высшей красавицей, которая могла бы мгновенно привлечь внимание мужчин. Она была такой же красивой, как Байсусянь. Однако она выглядела даже белее Байсусянь, прямо как молоко. Кроме того, у этой женщины был особый темперамент. Она была нежной, холодной и блестящей. Увидев ее, Джан Ти почувствовал, что она похожа на нежную и очаровательную розу, нежно лежащую на слое снега. Неудивительно, что отец Байсусянь был очарован ею. Такой особый темперамент был особенно привлекателен для стариков. Даже Джан Ти был тронут ею. Когда Джан Ти посмотрел на Фонсинья, Фонсинья также посмотрела на него. После того, как Байсусянь заметила, что Фонсинья бросила взгляд на Джан Ти, она сразу же напряглась и поспешно заблокировала взгляд Фонсинья, чтобы не позволить ей украсть у нее Джан Ти. После чего Фонсинья отвернулась. Вскоре к ним прибежало еще два рыцаря и окружили их с серьезными лицами, положив руки на рукоятки мечей. Несмотря на то, что ребята на прогулочном корабле не хотели этого делать, им пришлось сказать лодочнику повернуть корабль к причалу возле моста лошади. Старый Джоу, спасибо за эту поездку. Пожалуйста, подбрось нас туда. Запомни мои слова, если ты хочешь разбогатеть, можешь найти меня на награжденной земле огненного дракона в провинции Юджоу. Сказал Джан Ти, и спрятал свою боевую Ци, после чего рябь окружающая лодку исчезла. Вскоре Байсусянь вернулась на лодку. Затем она повернулась и яростным взглядом смотрела на то, как Фонсинья возвращается на корабль. Сука! Затем Джан Ти, Байсусянь рыцарей с весело раскрашенного прогулочного корабля привели в разные комнаты в башенных воротах на мосту. Даже старому Джоу и сотрудникам прогулочного корабля нужно было написать показания. Точно, что это за парни на мосту лошади. Они являются охранниками моста, также известные как охрана зодиаков Хуа. Они несут ответственность за охрану 12 мостов и входов в императорский город. Байсусянь смущенно взглянула на Джан Ти, прости. При виде этой лисы, я захотела убить ее. Все в порядке. В какие-то моменты жизни все люди становятся импульсивными. Давай расценивать это как небольшой отдых. Джан Ти махнул рукой и добавил, все в порядке до тех пока ты не проиграешь. Байсусянь сразу же мило улыбнулась. Фактически, все женщины, а особенно красивые женщины с глубокими происхождениями, всегда получают особые отношения в этом мире, где доминируют мужчины. Одна женщина была принцессой особняка лорда Гуаннаня, а другая была отличным учеником павильона Держащего Небеса. Она же вроде была из Нефритового здания, одной из семи лучших сект страны Тайса. Поэтому подтвердив, что серьезных последствий не было, Джан Ти и Байсусянь сказали провести здесь несколько часов. Получив предупреждение, их отпустили. Все рыцари, вовлеченные в это событие, были заключены в тюрьму на несколько часов. Согласно правилам, если рыцари начинали сражение и нарушали мир холма Сюань Юань, они должны были быть заключены в тюрьму на три месяца, а в худших случаях убиты на месте. Поэтому Джан Ти и Байсусянь почти не были наказаны. Когда они вышли из башни, на улице уже было темно. За воротами, Джан Ти и Байсусянь опять встретились с Фонсиньей. Когда Фонсиньей и Байсусянь увидели друг друга, они в унисон холодно хмыкнули и отвернули головы. Фонсиньей была связана с ее отцом Лордом Гуаннаним. Поэтому Байсусянь считала это семейным скандалом и предпочитала держать его в секрете. Что касается Фонсиньей, независимо от того, какие отношения были между ней и Лордом Гуаннань, казалось, что она тоже не хотела раскрывать это публике. Поэтому аутсайдеры до сих пор не знали причины конфликта. Молодые рыцари, которые были с Фонсиньей, не были довольны. Когда они наслаждались музыкой на реке Золотой воды и разговаривали о текущих политических делах, на них внезапно бросилась какая-то женщина. Если бы Фонсиньей не остановила ее, их корабль, возможно, был бы перевернут. Затем их даже заключили в тюрьму на несколько часов. Поэтому они все были недовольны. При виде Чжан Ти Бай Сусянь, властный парень среди этих недовольных молодых рыцарей, сразу же ухмыльнулся. Принцесса особняка Лорда Гуаннань, а ты действительно властная. Ты даже посмела начать бой на реке Золотой воды. Однако это холм Сюань Юань, а отдаленное место такое, как провинция Чжа Чжау. В этом месте особняк Лорда – ничто. Если особняк Лорда Гуаннань хочет показать свой авторитет, почему бы вам не истребить варваров на южной границе страны Тайся и не создать еще один военный округ? Почему ты демонстрируешь свою боевую силу в таком процветающем месте? Услышав это, Фонсинья никак не отреагировала, а Бай Сусянь подняла брови и снова хотела взорваться. Тем не менее Чжан Ти улыбнулся и покачал головой. Независимо ни от чего, именно Бай Сусянь начала это. Поэтому она была виновата. Поэтому было вполне нормально, что пострадавшая сторона жаловалась на это. Поэтому Чжан Ти просто притворился, что не услышал этого. Поскольку Чжан Ти не заботился об этом, Бай Сусянь замолчала и впилась взглядом в этого мужчину, прежде чем последовала за Чжан Ти. Когда Фонсинья смотрела на уходящих Чжан Ти и Бай Сусянь, ее глаза засверкали. Как бывшая лучшая подруга Бай Сусянь, никто не знал темперамента Бай Сусянь лучше ее. С тех пор, как она познакомилась с Бай Сусянь, она впервые видела, чтобы Бай Сусянь так послушно вела себя перед мужчиной. Чжан Ти проявил милосердие. Однако он забыл, что милосердие обычно рассматривалось как боязнь неприятности и робость. Я давно слышал, что принцесса особняка лорда Гуанна не очень красивая, это похоже на правду. Но всего лишь с одним земным рыцарем около себя, ты даже не уважаешь семь лучших сект страны. Тайся, походу Анлейтер что-то пропустил, потому что по дальнейшему содержанию складывается такое впечатление, что этот парень оскорбил Бай Сусянь. Раздался другой голос. Услышав эти слова, Чжан Ти внезапно остановился. Глава 1110. Одно предложение. У каждого была своя история. Будучи зрелым рыцарем, который видел мир, у Чжан Ти также была своя история. Как и у Бай Сусянь. История Чжан Ти начиналась с города Блекхат, а история Бай Сусянь начиналась с особняка лорда Гуаннань. До получения замка Черного Железа, история Чжан Ти всегда была безвкусной. Но что касается Бай Сусянь, которая родилась в большом клане с отличным талантом и внешним видом, ее история всегда была великолепной, включая ее жизненный опыт, эмоциональный опыт и любовные отношения. Все мальчики и девочки были влюбчивыми. Чжан Ти и Бай Сусянь оба уже имели романтический опыт. Еще будучи в городе Блекхат, у Чжан Ти был развратный опыт с девушками из ассоциации РОС. Будучи принцессой, Конечно Бай Сусянь не была настолько развратной, но с молоду Бай Сусянь всегда была окружена множеством горячих поклонников. Поэтому с момента начала их любовных отношений, Бай Сусянь избегала разговоров о своем прошлом опыте перед Чжан Ти. А Чжан Ти в свою очередь не вынуждал ее. Бай Сусянь не говорила об этом, чтобы не расстроить Чжан Ти. А Чжан Ти просто старался заботиться о конфиденциальности и самоуважении Бай Сусянь. Но сегодня кто-то посмел нарушить их негласное соглашение. Услышав эти слова, лицо Бай Сусянь мгновенно побледнело. Вскоре после этого она скрытно посмотрела на Чжан Ти. Чжан Ти внезапно почувствовал, что руки Бай Сусянь задрожали. Тревожный взгляд Бай Сусянь заставил сердце Чжан Ти почувствовать боль. С момента начала наших отношений, она впервые настолько неуверена в себе. Чжан Ти немедленно остановился и обернулся. Пошли. Бай Сусянь, которая всегда была сильной, внезапно стала слабой. Она хотела оттянуть Чжан Ти. Тем не менее Чжан Ти не сдвинулся с места. С ледяным выражением лица, Чжан Ти оглядел четырех мужчин рядом с Фонсиньей и женщину-рыцаря. Чжан Ти с самого начала не интересовался этими людьми, поэтому он даже не спрашивал их имен. Все рыцари с другой стороны почувствовали невидимое давление от ледяного взгляда Чжан Ти, в результате чего их презрительные, высокомерные и пренебрежительные выражения постепенно замерли. Кто это сказал? Спросил Чжан Ти. Я. И что ты сделаешь? Красивый мужчина с тонкими губами и глазами, одетый в нефритовый пояс и шелковую мантию, поднял голову и вышел из команды Фонсиньи. Затем он высокомерно улыбнулся в сторону Чжан Ти. Со звуком ша он раскрыл веер и начал грациозно им махать. Земной рыцарь может быть властным в других местах, однако на Холме Сюань Юань этого слишком мало. Множество губернаторов провинции и генералов Чецзи страны Тайся ведут себя сдержанно на Холме Сюань Юань, что уж говорить о простых земных рыцарях. Кроме того, за последние сто лет на Холме Сюань Юань было убито несколько десятков земных рыцарей. Хе-хе, поэтому не зазнавайся. Если ты впервые на Холме Сюань Юань, я советую тебе не относиться к этому месту как к своему дому. Не лезь ни в свое дело, эта женщина не стоит в твоей жизни. Джан Ти не был разъярен. Вместо этого он просто улыбнулся. Я чуть не забыл, как тебя зовут. Я Юэпэн, тривиальный человек из павильона Держащего Небеса. Высокомерно ответил мужчина, продолжая махать своим веером. Ты действительно тривиальный человек. Более того, ты еще и робкий человек. Ты даже не мужчина. Джан Ти внезапно ухмыльнулся. Я просто спросил твое имя, а не из какой ты секты. Зачем ты рассказал мне о своей секте? Ты бы не чувствовал себя достаточно храбрым, не рассказав мне, откуда ты, кроме твоей секты, что еще у тебя есть. Почему бы тебе не рассказать мне имена твоего отца и матери или любого великого человека, которого ты знаешь? Даже амбициозный семь-летний ребенок был бы смущен использовать этот трюк перед боем. Я не представлял себе, что такой мужчина, как ты, столь же робок, как кролик. Ты впустую тратишь мое время, сказав это, Джан Ти плюнул на землю. Вскоре после этого он развернулся и потянул байсу сянь. Затем он покачал головой и сказал, забей на него, пойдем. Я думал, что это был слепой парень, поэтому я хотел преподать ему урок за тебя, но оказывается, что он просто бесполезный парень. Он просто жаба, которая запрыгнула на твою ступню. Он хочет укусить тебя, однако он недостаточно храбр, чтобы сделать это. Он также не сможет этого сделать, если ты изобьешь его и он начнет ронять сопли и слезы, кататься по земле и жаловаться на то, что ты над ним издевалась, ты будешь чувствовать сплошное разочарование. Хотя он бесстыдный, мне нужно заботиться о моей репутации. Если я сражусь с ним, я едва смогу объяснить это своим друзьям, когда они спросят меня об этом. Наступив на жабу, тебе будет казаться, что от тебя воняет, кроме того твоя обувь выпачкается. Просто забей на него. Хайм Байсусянь тихо кивнула. Хотя она хотела убедить Джанте уйти как можно скорее, она все равно была тронута, обнаружив, что Джанте хотел сразиться ради нее. Как говорится в старой поговорке, птицы одного полета собираются вместе. Держись подальше от этих людей. Такой человек знает только, как нести чушь и плакаться перед своими родителями, он просто клоун. Он даже не может сравниться с головорезами на улицах. Держись от него подальше, иначе он повлияет на тебя. Это слишком позорно, поэтому не рассказывай никому о том, что сегодня произошло. Если дядя Джун спросит, как прошел день, просто скажи ему, что мы целый день путешествовали по реке. Джанте разговаривал с Байсусянь не телепатически. Даже простолюдины могли слышать его слова, что уж говорить уже о шесть рыцарях. Услышав его слова, даже другие рыцари побледнели, не говоря уже о Юэпыне, о котором и шел разговор. Предложение птицы одного полета собираются вместе, было слишком разрушительным. Кроме того, доводы Джанте были неопровержимыми. Джанте спросил у него лишь имя. Зачем он раскрыл свою секту? Очевидно, что у него не было уверенности. Хотя товарищи Юэпына ничего не говорили, они недовольно смотрели на Юэпына. Смотря на спины Джанте и Байсусянь, чувствуя особые взгляды своих партнеров, лицо Юэпына покраснело и в конце позеленело. Он яростно закрыл свой веер и превратил его в пыль. «Стой на месте!» Юэпын закричал с налитыми кровью глазами. Джанте тянул Байсусянь за руку и продолжал не оборачиваясь идти. Вскоре Джанте и Байсусянь отошли от них на 50 метров. «Я сказал стоять!» Юэпын взревел и ринулся в сторону Джанте с кипящей боевой ци. Глава 1111. «Разница». Когда Юэпын напал на Джанте, Фонсинья и остальные поняли, что это неправильно. Однако они уже не могли остановить его. После восклицания Байсусянь аккуратнее, Юэпын ударил в спину Джанте, разорвав его одежду. Однако Джанте вообще не пострадал. Вскоре после этого Джанте обернулся и презрительно улыбнулся. В следующую секунду Джанте внезапно исчез. Прежде чем Юэпын смог отреагировать, Джанте дал Юэпыну пощечину, заставив последнего выплюнуть глоток крови и множество зубов. Рука Джанте была очень сильной. Кроме того, он двигался невероятно быстро. Даже партнеры Юэпына не видели, как Джанте появился около Юэпына. Когда Джанте появился около Юэпына, последний даже не успел выпустить свою защитную боевую ци. Однако прежде чем Юэпын отлетел от него, Джанте схватил его за лодыжку. Вскоре после этого Джанте поднял его и хотел ударить им о землю как молотком. В этот момент друзья Юэпына наконец поняли, что произошло, и их выражения сразу же изменились. Учитывая силу пощечины Джанте, Юэпын определенно будет тяжело ранен, если Джанте не остановить. Стой! Юноша, который первым издевался над Байсусянь, ударил в сторону Джанте, как и четыре остальных рыцаря. Затем Джанте махнул рукой, одновременно блокируя все пять ударов. Как только пять рыцарей коснулись руки Джанте, они сразу же почувствовали, что были покрыты сильным намерением кулака. В этой атаке, пять молодых рыцарей использовали лишь 40% своей силы, чтобы не убить Джанте. Однако контратака Джанте все изменила. В результате чего лица пять молодых рыцарей снова изменились, и они использовали 80% своих сил, чтобы отбить его контратаку. Джанте легко обезвредил удары пять рыцарей черного железа, после чего он яростно ударил Юэпыном по земле. Со звуком бах, дорога у башни была разбита, создавая огромную яму. Пять рыцарей черного железа отлетели на расстоянии 20 м, чтобы обезвредить импульс атаки Джанте. Юэпын выпустил несчастный крик, и снова выплюнул глоток крови. Несмотря на то, что Джанте не использовал всех сил, он все равно сломал кость рук и голени Юэпына на 70-80 частей. Кроме того, внутренности Юэпына также были ранены, а половина его ребер была сломана. Он не восстановится и через месяц, если не примет продвинутые восстанавливающие лекарственные средства. Цань. Пять рыцарей одновременно вытащили свое оружие. Увидев, что они вытащили оружие, Джанте ухмыльнулся. Вы смеете сражаться со мной на холме Сюань Юань? Вы что не боитесь, что я убью вас? Улыбка Джанте заставила сердца этих рыцарей застыть. Это случилось настолько быстро, что все закончилось еще прежде, чем Бай Сусянь смогла отреагировать. Поняв, что произошло, Бай Сусянь встала около Джанте с блестящим длинным мечом в руках, тем самым который ей подарил Джанте. Тем временем ее красивые глаза были наполнены яростью. Как только в руках Бай Сусянь появился длинный меч, вокруг него образовался слабый туман. Окружающие сразу же поняли, что это был серебряный секретный предмет. Я. Я никогда не прощу тебя, мой учитель никогда не простит тебя. Юэпэн, который был тяжело ранен, закричал в сторону Джанте с налитыми кровью глазами. Не говори со мной, пока не начнешь представляться без упоминания павильона Держащего Небеса. Джанте с усмешкой посмотрел на Юэпэна и опустил голову. Я предупреждаю тебя, Бай Сусянь моя женщина. Если я услышу, как ты говоришь что-то, что сделает меня несчастным, я обещаю тебе, что ты пожалеешь о том, что родился. Запомни, я тот, кого ты не должен обижать. Ты. Прежде чем Юэпэн смог продолжить, Джанте поднял свою огромную ногу и наступил на его лицо, заставляя нос Юэпэна сломаться. Юэпэн мгновенно потерял сознание. Дважды прокрутив ступни, Джанте поднял ногу. На этот раз все лицо Юэпэна выглядело таким же ярким, как жареный баклажан с соевым соусом. Смотря на его лицо, другие рыцари почувствовали холодок по спинам. Почему ты настолько порочный? Фансини посмотрела на Джанте ледяным взглядом. После того, как Джанте отбил их первую атаку, Фансини не вытаскивала свое оружие. Она просто спокойно смотрела на Джанте. Я порочный? Джанте ответил со слабой улыбкой на лице. Не забывай, что это он спровоцировал меня и первым атаковал меня. Я просто защищался. Я и так пожалел его и позволил ему выжить только из-за того, что мы все рыцари Хуа, и сейчас идет священная война. Сказав это, Джанте посмотрел на башню и улыбнулся. Генерал, ты должно быть видел, что здесь произошло, верно? Согласно законам страны Тайся, я ведь прав, верно? С тех пор, как они были освобождены, Джанте заметил, что земной рыцарь, который допрашивал их, тихо наблюдал за ними с башни. Только услышав слова Джанте, Фансини и другие обнаружили, что за ними кто-то наблюдает. Я действительно видел, что здесь произошло. Этот человек первым напал на тебя, поэтому ты вправе контратаковать. Земной рыцарь подумал секунду и ответил. Спрячь свой меч, пошли. Джанте похлопал Байсусянь по спине, после чего они ушли. После того, как Джанте ушел, этот земной рыцарь в башне сказал Фансини и другим. Этот парень должен остаться здесь. Поскольку он напал на человека на холме Сюань-Юань, он нарушил закон. Если вы не хотите, чтобы он умер из-за тяжелых травм, вам лучше сообщить об этом его учителю и родственникам. Затем несколько солдат затащили Юэппы, на который был в глубокой коме, в башню ворот. Команда Фансини обменялась взглядами друг с другом, и все они выглядели расстроенными. То, что произошло сегодня, позволило всем им понять одну истину. Обычным рыцарям лучше не хвастаться своей силой на холме Сюань-Юань. Посмотрев на выражения лиц других, молодой рыцарь выдавил горькую улыбку и вздохнул. Увы, учитель прав. На холме Сюань-Юань действительно много экспертов. Я не представлял себе, что столкнусь с такими ужасающим земным рыцарем. Он использовал всего одну руку, чтобы обезвредить нашу совместную атаку. Не удивительно, что старший ученик Юэппы не смог устоять перед контратакой этого человека. Я боюсь, что мы не сможем победить его, даже если сформируем две боевые формации 3 в 1. Не расстраивайтесь. Учитывая силу этого парня, он как минимум в царстве 7 изменения. Сказал другой парень. Что нам теперь делать? Поскольку мы друзья Юэппына, нам лучше рассказать его учителю об этом. Младший ученик Юэппы всегда был спокойным и мудрым. Почему он вдруг совершил такую ошибку? Возможно, младший ученик Юэппын был немного напряжен. В конце концов он противостоял земному рыцарю. Вскоре после этого все зеваки разошлись. Никто не заметил, что земной рыцарь в башне продолжал серьезно смотреть на спину Джанти. Затем он коснулся амулета на своей груди, который был продвинутым алхимическим амулетом. Он унаследовал этот амулет от своего предка. Функция амулета заключалась в том, чтобы не допустить, чтобы владелец оказался под влиянием духовных техник и навыков, и помогал ему сохранять бдительность. Этот амулет мог защитить своего владельца. И также мог сообщать, если вокруг применялись духовные техники. Когда Джанти спросил, как зовут Юэппына, этот земной рыцарь почувствовал, как его амулет слегка двинулся. Вскоре после этого рыцарь из павильона держащего небеса по имени Юэппын назвал свою секту и вскоре ринулся в атаку. Земной рыцарь на башне подумал. Если бы этот амулет не предупредил меня о том, что кто-то использовал духовную технику, я бы не знал, что произошло на самом деле. Какой ужасающе хитрый земной рыцарь. Рыцари Министерства по делам досуга ну как-то глупо звучит, но в Анлите так написано, которые охраняли императорский город не были в хороших отношениях с рыцарями из семи сект страны Тайся. На самом деле, Министерство по делам досуга было создано для того, чтобы противостоять силачам семь лучших сект страны Тайся. Поэтому этот земной рыцарь просто наслаждался шоу между Джанте и рыцарем из павильона держащего небеса. Немного подумав, этот земной рыцарь махнул рукой и подозвал подчиненного рыцаря. Затем он что-то прошептал ему на ухо, после чего последний кивнули покинул башню. Где-то через два часа, из двора павильона держащего небеса расположенного на холме Сюань Юань, раздался треск. В то же время, дело отшельника огненного дракона появилось на столе министра по делам досуга, одного из девяти министров страны Тайся. Когда ему поспешно доставили серебряный запечатанный конверт, министр по делам досуга пил чай и беседовал с мужчиной, который был одет в форму чиновника один класса министра. На форме чиновника один класса был вышит писю, мифическое дикое животное, которое также называлось пожирателем золота. Это животное было окружено благоприятными облаками, снегом, рисом, кукурузой, пшеницей, просом и бобами. Те, кто был знаком с бюрократическими учреждениями страны Тайся, поняли бы, что этот человек был министром финансов, одним из девять министров страны Тайся. Бросив взгляд на этот запечатанный конверт, министр финансов встал и улыбнулся. Брат Хан Юань, не буду отвлекать тебя. На холме Сюань Юань собралось множество сил, и у министерства по делам досуга очень много дел. Поскольку у брата Хан Юань появились дела, я не буду впустую тратить твое время. Хорошо, брат Джинфан, я надеюсь, что ты уделишь этому делу особое внимание. Поскольку сейчас напряженная ситуация, рыцари министерства по делам досуга находятся под огромным давлением. Кроме того, мы должны обращать особое внимание на безопасность императорского города, поэтому нам нужно много серебряных секретных предметов. Поскольку серебряные секретные предметы, находящиеся на императорских складах, не могут быть тронуты даже кран-принцем, мы можем решить эту проблему лишь навстречу сокровищ рынка силы золота. Услышав это, министр финансов серьезно ответил. Не волнуйся, брат Хан Юань. Поскольку мы с тобой канцлеры одной страны, мы оба отвечаем за безопасность страны. Я сделаю все, что смогу. Услышав твое обещание, я чувствую себя намного более уверенным. Чем больше мы получим серебряных секретных предметов, тем лучше. Затем они наконец попрощались друг с другом. Проведя Ханг Джинфана взглядом, министр по делам досуга вернулся в свою комнату. У министра по делам досуга была красивая борода, тонкие и длинные брови и по два зрачка в каждом глазу, что выглядело довольно достойно. Вернувшись в свою комнату, министр по делам досуга сел в свое кресло, и на два минуты закрыл глаза. Затем он бросил взгляд на своего доверенного подчиненного, который тихо стоял в комнате, и спокойно спросил, что генерал моста лошади послал секретное сообщение. Ах, сообщение от Лисюнта? Министр по делам досуга сразу же заинтересовался, давай сюда. Взяв в конверт, министр сорвал особую печать и увидел внутри маленький кристалл. Подержав его в руке несколько секунд, глаза министра замерцали. Через некоторое время он странно улыбнулся. Ха, я не ожидал встретить такую фигуру. Интересно. Глава 1112. Давно забытый фрукт. Через три часа, когда Джанте и Бай Сусянь вернулись в усадьбу лорда Гуаннань, на улице уже было темно. Они возвращались на такси. В машине, Бай Сусянь всю дорогу была подавлена. Смотря на ночные пейзажи снаружи, она молча думала о чем-то. Хотя Юэпен был жестоко избит Джанте, шрам, который он тронул на в Бай Сусянь, не мог так быстро восстановиться. Джанте хорошо знал женщин. Любой женщине нужно было иногда побыть наедине. Любая женщина будет иногда чувствовать себя беспомощной, независимо от того, насколько она была сильной. Поэтому он ничего не говорил. Вместо этого он просто позволил ей лечь на его плечо. Бай Сусянь, возможно, думала о ее прошлых эмоциональных переживаниях. Но несмотря на то, что Джанте также смотрел на ночной пейзаж за пределами такси, он думал о императорском городе. Находясь на холме Сюаньюань, Джанте собирал много разной информации. Он чувствовал себя пауком, который тихо плел паутину. Он думал о том, как свергнуть человека, который являлся одним из девять министров страны Тайся, а также главой закона силы золота и основателем церкви достигающей небес. С таким сильным противником, стоящим перед ним, Джанте уже давно забыл о том, что произошло ранее. В прошлом, если бы он оскорбил рыцаря павильона держащего небеса, это было бы серьезным событием, которое сделало бы его бессонным на несколько ночей. Но сейчас это была небольшая проблема для Джанте. Даже сам Джанте не заметил, насколько он вырос. Когда такси прибыло к воротам усадьбы особняка лорда Гуаннань, окрестности которого освещали красные фонари, Джанте бросил водителю золотую монету и сказал, чтобы он оставил сдачу себе. Затем он открыл дверь и вышел из машины вместе с Бай Сусянь. Увидев Джанте и Бай Сусянь, несколько охранников стоящих за воротами поспешно открыли ворота и поприветствовали их. За эти несколько дней, все люди в усадьбе начали относиться к Джанте как к зятю лорда Гуаннань. Вскоре после того, как они вошли внутрь, дядя Джун вышел, чтобы поприветствовать их. Из-за эффектов первого рецепта Джанте, дядя Джун начал чувствовать себя намного лучше, поскольку токсичность паразитов колдовства сломанного золота внутри его тела впервые снизилась. Он больше не кашлял. Кроме того, его лицо стало более красным. Он выглядел намного лучше, поэтому он стал более уверенно относиться к рецепту Джанте. При виде усталого взгляда Бай Сусянь и большой дыры на спине Джанте, дядя Джун заволновался. Ах, мисс, господин Цуй, что случилось? Ничего. Мы просто встретили слепого ублюдка. Дядя Джун, ты знаешь, где находится резиденция павильона держащего небеса на холме Сюань Юань? Спросил Джанте. Да, тогда попроси кого-нибудь отправить им эту одежду. Пусть просто скажут им, что это от отшельника огненного дракона. На спине Джанте была огромная дыра, которая была вызвана ударом Юэпына. При виде этой дыры, мудрые люди сразу же поймут, что произошло. На самом деле, Джанте специально хотел создать огромную дыру на своей одежде. Если рыцарь черного железа посмел первым атаковать земного рыцаря, это ничем не отличалось от самоубийства. Отправляя свою одежду в павильон держащий небеса, Джанте хотел сообщить им, что он сегодня пощадил Юэпына. Услышав слова Джанте, дядя Джун примерно понял, что произошло. Он кивнул и взглянул на Байсусянь. Мисс, ты будешь ужинать? Нет, я немного устала и хочу отдохнуть в своей комнате. Сказав это, Байсусянь улыбнулась в сторону Джанте, ты еще не ужинал, поэтому если хочешь, иди покушай. У меня просто нет аппетита. Просто отпусти ситуацию, забей. Хорошенько отдохни сегодня ночью. Джанте похлопал Байсусянь по плечу. И мы, пока они говорили, они прибыли к фонтану. Двор Байсусянь был на другой стороне от Джанте, поэтому попрощавшись с Джанте и дядей Джун, она вернулась к себе. Смотря на спину Байсусянь, глаза дяди Джуна были полны беспокойства. Байсусянь была очень счастлива в последнее время. Почему она вдруг стала несчастной? Что произошло? Дядя Джун спросил Джанте. Коснувшись своей лысины, Джанте ответил. Ничего, просто пусть побудет одна. Ее обидели люди из павильона Держащего Небеса? Яростно спросил дядя Джун. Никто не может задирать наш особняк лорда Гуаннань. На южной границе страны Тайся, наш лорд Гуаннань имеет более 100 городов. Кроме того, лорд Гуаннань имеет десятки миллионов солдат и более 100 рыцарей, а также много друзей и родственников. Кроме того, у нас есть связи в императорском дворе. Мы не боимся павильон Держащий Небеса. Тот сукин сын слишком много болтал. Я выбил его зубы и сломал его конечности. Кроме того, мы встретились с Фонсини. Боюсь, что Бай Сусянь расстроилась, вспомнив прошлое. Не беспокойся, она скоро успокоится. Услышав слова Джанте, дядя Джун, похоже, задумался. Он слегка открыл рот, но ничего не сказал. Джанте понял, что дядя Джун должно быть знает больше. Однако, поскольку Бай Сусянь не рассказывала ему, дядя Джун считал, что ему тоже не стоит говорить. Господин Цуй, хочешь ли ты, чтобы я отправил в твою комнату ужин? Нет, спасибо. У меня нет аппетита. Я буду культивировать в своей комнате. В усадьбе есть комната для культивирования. Не нужно, я просто останусь в своей комнате. Это ненадолго. Хорошо, тогда я сообщу всем, чтобы тебя никто не беспокоил. Несколько дней назад, в саду усадьбы появилась огромная клетка из особого сплава. В клетке находился живой черный паук ЛВ-6, чья кровь была необходима для рецепта дяди Джуна. Вокруг сада висели флюоритовые лампы. В дневное время эта клетка из сплава накрывалась толстым куском черной ткани, а вечером эта ткань снималась. Этого черного паука ЛВ-6 охраняли три охранника выше ЛВ-7. Когда Джанте проходил мимо клетки, он заметил, как один их охранников открыл окошко в клетке и забросил внутрь живую овцу. Вся овца дрожали из-за страха. В следующее мгновение по всей клетке разлетелась кровь. Затем овца превратилась в пищу черного паука ЛВ-6. При виде крови, Джанте вспомнил кое о чем. Затем у Джанте появилось желание ударить себя по голове. Глупый. Какой же я глупый. Конечно, поскольку за ним следовал дядя Джун, Джанте просто спокойно прошел мимо. Вернувшись в свою комнату, Джанте передал свою разорванную одежду дяде Джуну и закрыл дверь. Разумеется, Джанте не собирался культивировать. Вместо этого он хотел воплотиться в маленького черного жука, чтобы сделать круг вокруг императорского города и проверить ситуацию внутри. Но когда он увидел, как черный паук ЛВ-6 естовцу, Джанте внезапно вспомнил о самом идеальном способе разведки, который был лучше, чем простое воплощение в маленького черного жука. С тех пор, как он стал рыцарем, поскольку он не мог получить никаких фруктов от убийства рыцарей-демонов, Джанте почти забыл, что убыл особый козырь, фрукт возвращения проблем. Если он убьет врага, внутри фрукта он сможет полностью восстановить окружающую среду места убийства. Поэтому Джанте сразу же приступил к проверке своего плана. Что касается его врага, то все было очень просто. У Джанте было много запасных демонизированных марионеток в замке Черного Железа. Почувствовав окружающую среду, Джанте обнаружил, что в ближайшее время его никто не потревожит. Поэтому он быстро телепортировал демонизированную марионетку ЛВ-9 из замка Черного Железа. Как только демонизированная марионетка ЛВ-9 появилась в комнате, прежде чем он понял, что произошло, его голова была взорвана боевой выпущенной пальцем Джанте. Вскоре после этого его труп был телепортирован обратно в замок Черного Железа. Весь процесс занял менее 0,5 секунды. Глава 1113 Ночной императорский город Ах, лорд замка! Эдвард быстро поклонился, заметив Джанте. Но Джанте промчал мимо Эдварда со скоростью молнии. Ничего не говоря, он прямо ринулся к маленькому дереву и сразу же сорвал фрукт. Вскоре после этого он засунул этот фрукт себе в рот и улыбнулся в сторону Эдварда. Затем он исчез. Весь процесс длился менее 3 секунд. Когда Джанте вышел из замка Черного Железа, он все еще пережевывал свежий фрукт Возвращения Проблем. После чего в голове Джанте появилась новая сцена Возвращения Проблем. Увидев ее, Джанте мгновенно вошел внутрь. Джанте появился в той же комнате. При виде Джанте, демонизированная марионетка, которую он только что убил, сразу же взревела с налитыми кровью глазами, словно увидев своего врага. Эта демонизированная марионетка ЛВ-9 была столь же тривиальной, как муха перед Джанте. Джанте даже не хотел трогать его, поэтому он просто ударил в стену. Затем Джанте немедленно выбежал из комнаты. Усадьба оставалась такой же мирной, как и раньше. Помимо того, что здесь никого не было, каждое дерево и куст были такими же, как и несколько минут назад. Клетка из особого сплава все еще стояла в саду. Хотя в клетке все еще были пятна крови, а в воздухе все еще присутствовал запах крови, в клетке больше не было черного паука. Демонизировал